Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вас пришло так много. Как-то мы прямо вот очень рады, что вы все пришли. Значит, наша секция посвящена социальным сетям, социальным медиам. У нас много докладчиков. Они все сидят за столом, мы их будем всех представлять. Вот таблички нет только у Наташи Шулаковой, но мы про нее скажем, когда дойдет. Да, значит, общая концепция нашей секции заключается в том, что мы… Да, вот опаздывающие докладчики. Ай-яй-яй. Значит, общая концепция секции о том, чтобы постараться рассказать вам про социальные сети, то, чего вы или не знаете, или как-то размылось в каких-то, может быть, других представлениях. Вот. И секция начнется с моей… А, да, меня зовут Аня Бакшицкая. Я генеральный директор интернет-агентства Webagement. Вот. Себя-то забыла представить, собственно говоря. Так вот, значит, начнем с моей презентации. Называется она «Продвижение в социальных сетях. Практические приемы». Значит, что у нас происходит сейчас с СММ? С СММ у нас происходит следующая ситуация. Им занимаются все. Как могут, так и занимаются. Значит, при этом заниматься СММ стоит, как бы, если… С последующим причинам, да, их на самом деле не так уж и много. Если вы хотите найти контакт с клиентами, потому что для этого социальные сети… Прямой контакт, да, понять, кто, собственно говоря, пользуется вашим продуктом или вашим сервисом. Вот. Для этого… Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, для этого у нас СММ отлично подходит. Если вы хотите повысить уровень продаж, здесь маленькая звездочка. Мы про это расскажем чуть-чуть подробнее потом. Значит, если вы хотите распиарить акцию «Новый бренд события», тоже СММ отлично для этой цели подходит. Если вы хотите получить отзывы, что люди на самом деле думают о том, что вы делаете, тоже подходит СММ отлично. Или если у вас просто много времени, и вам, ваше тщеславие, самолюбие радуются тому, что вас лайкают. Значит, ни в коем случае мы не советуем вам заниматься СММ. Ну, во-первых, только потому, что это модно, это тренд, и начальник дал бюджет. Вот. А кроме этого, мы не советуем вам заниматься СММ. Если вы хотите привлечь на ваш сайт трафик социальных сетей, это возможно, но это работает только в очень избранных случаях. Например, это работает в случаях со СМИ. Значит, если вы собираетесь публиковать в вашей группе или в вашем сообществе новости о том, как ваша компания заключила новую сделку, ну, если вы, конечно, не Coca-Cola. Если вы Coca-Cola, то вам можно публиковать все, что вы хотите. И если вы не готовы вкладывать в это занятие много собственного времени, СММ без вкладывания собственного времени не работает. Это просто принимаем как факт. Значит, типичные ошибки, которые делаются в СММ. Ошибка первая. Этот контент плохой, я бы его не отлайкал и не перепостил. Значит, надо помнить про то, что вы сами не являетесь вашей целевой аудиторией, скорее всего, тех людей, которых вы хотите привлечь. Поэтому собственное мнение здесь желательно забыть про него и доверить это дело тому, кто этим занимается, или все-таки внимательнее подумать о том, с кем, собственно говоря, собираетесь наладить контакт. Дальше. Если вы считаете, что интервью с начальником снабжения – это хороший контент. Это не так. Или если вы считаете, что если вы приведете в вашу группу 10 тысяч человек, то они будут лайкать интервью с начальником снабжения. Это не так. Они не будут лайкать это. Или если вы считаете, что контент вообще не имеет никакого значения, там могут быть анекдоты, байки, приколы, главное, чтобы бренд был. И также вы считаете, что должно быть сплошной позитив, что негативные отзывы надо удалять, что всех плохих людей из группы надо выкидывать и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что такое у нас с вами залог успешного продвижения в СММ? Первое – это хороший контент. Второе – это хороший контент. Третье – это хороший контент. И четвертое – немножечко понимание информации о том, как, собственно говоря, это продвигать, ваш хороший контент. Значит, теперь мы про это расскажем подробнее. Что такое хороший контент? Это банально, ребята, но по факту это остается тем, как это есть. Хороший контент, он должен быть… Что это значит? Что он уникален. Это значит, что он создан специально для данной площадки. Окей? Что он интересен, что он небольшой по объему, потому что люди не читают просто не в социальных сетях, а также, что он подходит вашей целевой аудитории, что вы понимаете, к кому вы обращаетесь, что люди, которые читают условно, не знаю, туристическую группу, вряд ли им будет интересна новость про то, что открылся самый большой в мире коровник. Значит, и креативен. Ну, это самая спорная часть, потому что, как бы, вкусовщина. Один скажет креативно, другой скажет не очень. Мы сейчас про это рассмотрим тоже подробнее. Значит, что такое пример плохого контента? Вот мы с вами видим типичный пост в социальной сети. Почему же этот контент плохой? Во-первых, потому что вообще непонятно, о чем речь. Во-вторых, мы видим, что здесь это взято откуда, это какой-то перепост, нам предлагают перейти куда-то, непонятно зачем, что с этим делать, непонятно. Как видите, опять же, пользователи не идиоты, и они прекрасно всегда могут посмотреть, удачный контент или неудачный контент. А вот пример хорошего контента. Почему это хороший контент? Потому что здесь, во-первых, он хорошо оформлен. Вы видите, что здесь есть небольшой текст, объясняющий, что, собственно говоря, о чем здесь идет речь. Во-вторых, это контент уникальный, а именно, что здесь публикуются те фотографии, которые нет в другом месте. Он хорошо оформлен, он сделан единым блоком и как-то тут же привлекает внимание. В-третьих, тема. Рефоторепортаж из-за кулис. Это то, что людям всегда интересно. Дальше смотрим. Что важно? Значит, почему-то принято считать, что в социальных сетях любые конкурсы проканают. Любые конкурсы. Вот что такое продвижение в социальных сетях? Это вот активитис. Это какие-то конкурсы, вот прямо, что люди у нас придут, и вот за нашу бейсболку они просто порвут на себе последнюю рубашку и будут соревноваться, кто сильнее порвет. Не так, значит, ребята. Если вы делаете конкурсы, типа сфоткайтесь у наших ворот и получите бейсболку, забудьте про то, что пользователи будут это делать. Потому что время потрачено на то, чтобы пользователь приехал к вашим воротам за какую-то бейсболку, да, соответственно, ну, как бы всем смешно, я вижу, вы улыбаетесь, но на самом деле таких конкурсов просто завались, да. Значит, забудьте об акциях «Каждая десятая ненужная хрень в подарок». Почему? Потому что если девять, простите, хреней никому были не нужны, то только потому, что вы это облачите в конкурсы, назовете, что десятую вы получите бесплатно, это работать не будет. Также забудьте о флеш-побах. Давайте в один день быстренько все сделаем, и тогда все удивятся. Ребята, то же самое. Всегда соизмеряйте время, которое люди не идиоты, да, вот почему-то как бы есть такое у нас в России выражение «people хавает». Так вот, people в социальных сетях уже не хавает, и на подобные штуки никто разводиться совершенно не будет. Дальше. Что при этом есть? Люди участвуют в конкурсах. Значит, люди любят хорошие конкурсы. Люди любят хорошие призы. Люди на это идут, участвуют, соучаствуют. И смысл-то в конкурсах на самом деле есть. Просто конкурс – это как любой инструмент, который попадает в плохие руки, работает совершенно противоположным образом. Значит, что еще важно? Люди не любят, когда у них пытаются, скажем так, на что-то развести. Втюхать переход на другой сайт, если в этом нет необходимости. Что-то сделать сложное – это не работает. Сейчас мы дальше пойдем, там будет чуть понятнее. Значит, что делать, собственно говоря, если вы не Coca-Cola? Потому что Coca-Cola, если она придет в социальные сети, им, в общем-то, действительно мало значения иметь то, что они будут делать, потому что люди придут, потому что это Coca-Cola. Значит, что делать? Первое – это брендить сообщество, а не пытаться создать сообщество вокруг бренда. И рассказывать людям о бренде, не ждать, что они сами расскажут, не устраивать идиотских опросов, как вам наши пластиковые окна. Откуда я знаю, как ваши пластиковые окна? Они у меня не стоят. Я ничего вам на этот опрос сказать не могу. Значит, что мы имеем в виду под брендить сообщество. Значит, сейчас мы… Вот хороший пример, прекрасная работа. Как вы видите, это группа компаний Auto Travel. То есть это туристическая компания. При этом контент, который они наполняют своей группой, отличный, уникальный контент. Они постят смешные фотошоповские коллажи, они делают уникальные картинки, они не втюхивают людям какие-то свои туры, просто потому что они считают, что если они пришли в социальные группы, опубликовали, что у них есть тур туда-то, люди должны его купить, потому что, значит, наш бренд, соответственно, люди должны это съесть. Люди не едят. А вот такого рода контент, люди с удовольствием в этом участвуют. И как вы видите, опять же, дорогие друзья, вот у этой картиночки 263 лайка и 73 репоста. Это, в общем, хороший результат. Значит, мне повезло, потому что у нас прямо за неделю до данной секции в нашем агентстве, как говорят, состоялся удачный кейс. Значит, что у нас произошло? У нашего клиента, благотворительного фонда «Линия жизни» есть акция, в которой предлагается пользователям загадать желание купить листочек, повесить его на виртуальное дерево и, соответственно говоря, таким образом помочь ребенку, на которого это дерево собирает денежки. Мы сделали, понимая, опять же, какая здесь целевая аудитория, о чем вообще идет речь. Мы сделали простенькую акцию, которую я бы не перепостила, которая называлась в том, что мы собираем миллион лайков под этим постом. Ничего сложного от вас не надо. Не надо покупать листочки, не надо никуда переходить, не надо ничего делать. Просто лайкните этот пост. Мы повесили это в 11 часов утра. К вечеру это сообщение имело 1432 лайка и 923 перепоста. Конечно, это не было сделано только потому, что мы повесили, что мы угадали то, что хочет целевая аудитория, и что это было сделано кратко, и как бы правильно, и так далее, и так далее. Естественно, мы это поддерживали. Сейчас будет об этом чуть дальше в механике. По поводу оформления контента кратенько. Простая картиночка, тоже как бы некое сообщество, которое здесь себя продвигает. Просто сделала вот такую стрелочку, которая показывает на ту страницу, куда надо лайкать. Исследования показали, что в картинках, в которых присутствует элементарно любой значок, указывающий, направляющий внимание человека на то место, где ему надо поставить галочку, условно лайкнуть, в два с половиной раза, соответственно, повышается вероятность того, что это будет отлайкано. Нагон аудитории. Значит… Анна, прошу прощения, у тебя две минутки. Давай. Супер. Я ускоряюсь. Значит, все слышали про предложение тысяча людей за 900 рублей, да? Думаю, что все, кто занимался SMM, про это в курсе. Так вот, боты не дадут вам лайков, боты не дадут вам перепостов. Это не работает. Я ускоряюсь, поэтому я сейчас прям тезисно пойду, потом будут вопросы, отвечу. Значит, люди не любят спам. Если вам говорят, что вашу группу будут продвигать за счет рассылки приглашений, не надо соглашаться на это, и не надо это делать. Это уже не работает. Окей? Значит, что же делать, опять же, если не покупать ботов, если не слать приглашения? Где же нам взять эту несчастную аудиторию, которая будет нас любить? Приглашайте друзей. Сначала приглашайте ваших живых друзей, которые вас знают, которые понимают, что вы делаете, чего и как. Сделайте, дайте в группе контент, понятный, зачем им нужно пригласить своих друзей. Дальше. Размещайте рекламу в сходных по тематике группах. Это работает. Просите других людей, лидеров группы, размещайте у них рекламу. И давайте контекст. По факту, по сочетании того, что я сказала про контекст, плюс вот эти три вещи, которые простая, понятная реклама, это работает. Что делать, если вы ничего не поняли? Сходите к тем, кто знает. Спасибо. Я передаю микрофон Наталье Шулаковой исполнительному… А, вопросы, если есть какие-то, быстро, один, два, три. Нет. А, есть, да. Вы мне оставите ваше имейл, я вам кину ссылочку. Окей? Еще? Ну, подойдете ко мне потом. Так, значит, все. С вопросами закончили. Значит, Наташа Шулакова, исполнительный директор рекламного агентства «Генера». Вперед. «Генера». «Генера». Добрый день. Меня зовут Наталья Шулакова. Я представляю агентство «Генера». Не знаю, читаете ли вы все книги, но думаю, что читаете, поэтому я расскажу о нишевом агентстве, которое имеет некое… Ну, у нас очень маленькое направление. Мы занимаемся продвижением только книжных продуктов. Мы начинали с этого, сейчас мы берем немножко другие проекты, но основное наше направление… А работаем мы… Анечка, где тут… Ань, вот на эту? Вот, соответственно, появились мы в 2007 году, когда ушли из издательства «Эксмо» и работали там длительное время. И с тех пор провели порядка 70 проектов по разным книгам. Соответственно, специфика… Вот сейчас покажите, какие книжки мы ввели. Оп, вот как-то так. Ну, я весь список не стала указывать, но те, которые более известны, как бы я указала. Основное направление именно книжной продукции в том, что продвижение, срок продвижения в среднем – это месяц. То есть продукт живет на рынке полгода, больше он, как бы, ну, как правило, уже весь распродан, и есть только определенные допечатки очень редких книг, а все остальные проекты в продвижении примерно один месяц. Поэтому это в основном интернет, много социальных сетей в разном сочетании, где-то есть группа, где-то нет групп, но, тем не менее, используется огромное количество различных инструментов, которые мы пробовали в различных сочетаниях по разным проектам. Аня просила сделать такие именно кейсы практические. Я сегодня покажу, ну, три с половиной кейса. Первые связаны с провокационным маркетингом и продвижением на этом, остальные чуть позже. Итого, давайте перейдем к Пелевину. Первая книга, которой мы занимались Пелевина, это была, соответственно, «Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана». Проект был достаточно большой, широкий. Завязались мы на том, что при согласовании наружной рекламы, это, соответственно, была не наша история, а по согласованию с издательством по бюджету мы это делали, на перетяжках в Москве было написано и на счетах было написано название книги. После подачи документов на согласование, соответственно, нам отказали в согласовании, потому что это оскорбляет, то есть отказ был мотивирован тем, что это оскорбляет пигмеев Пиндостана. Но кто такие пигмеи Пиндостана, было непонятно, в общем-то. Соответственно, это и взяли как информационный повод и откатали, соответственно, по блогам, по блогерам, посеяли везде, где только можно. Соответственно, собрали, ну вот тут данные вы видите, вы можете их почитать. Кроме этого, мы собрали пресс-тур с блогерами и с людьми, которые пишут о книгах, вывезли их непосредственно на момент печати тиража. Книжку никому не дали в руки, но все видели, как она печатается физически. То есть это было очень красиво, потому что у СМИ слюньки текут, им же хочется, и это люди как бы поклонники этих книг. Но, соответственно, каждому для того, чтобы удовлетворить его желание, дали некий кусок уникальной из книги, которую разрешили печатать. То есть каждому человеку, который присутствовал, дали некую вырезку из книг, уникальную для каждого. Это важный момент, потому что при работе непосредственно с блогерами важно давать уникальный контент, иначе не будет хорошего эффекта и вирусности. Понятно, что после того, как каждый опубликовал свой уникальный отрывок, его друзья обеспечили распространение этой информации. Ну, все остальное можно почитать, там как это посетило много людей и все остальное. Соответственно, там про рейтинги и все остальные цифры, я так полагаю, что все это видно. Второе. Это наш любимый проект, мы про него много говорим, мы про него любим говорить. Это в чистом виде некий кейс такой. Так что касается Пелевина, я так понимаю, что пиражи тоже все знают, там хорошие большие цифры, и было много допечаток, поэтому эффекта мы своего добились. Итак, проект «Американское сало». Проект «Американское сало» начинался как в чистом виде провокации, мы делали его как в чистом виде провокацию, и до последнего момента она таковой и осталась. Но это вот некие результаты по компании. Я сразу обращу внимание, что не должно пугать не такое большое количество сообщений и постов, которые мы распространяем, потому что продукт очень нишевой, и количество людей, которые читают книги и пишут об этом, но оно не так большое в Рунете в том числе. Соответственно, что мы делали по проекту? Первый момент был интригой. В метро разместили 10 счетов, на которых были огромные банки, вот примерно вот, ну, я потом поближе покажу, соответственно, огромные консервные банки, на которых было написано «Американское сало» с чесночком, с хреном, в шоколаде. Провисели они примерно неделю, потому что висели они вот напротив поездов, ну, в смысле, когда люди стояли на платформе, они висели напротив. Через неделю мы получили большое количество жалоб от метрополитена, что люди лезут на пути, чтобы снять щиты. То есть они вызывали настолько вот, ну, реакцию, что люди хотели снять, потому что считали такое недопустимым. Там, американский флаг, это сало безумное. Соответственно, мы провели некое креативное совещание и сделали совершенно прекрасную вещь. Купили тушенку, напечатали в полиграфии, соответственно, вот такие вот чудесные банки. Пошли в магазин, поставили их в магазине, сфотографировали и, соответственно, распространили, опять же, посеяли это по блогам, что, ну, вообще-то, ребят, вы что, вот реальный продукт, вот стоит в магазине, вот ценники, пожалуйста, смотрите. Плюс к этому была информация о том, что это что за продукт, какой продукт. Ну, очень большое количество обсуждений было связано с тем, что это провокация, это привезли американцы, не привезли американцы, там это непонятно что. Большое количество обсуждений у людей вызывало непонимание, что за продукт. Третьим этапом была история, когда мы печатали, соответственно, объявления, и опять же, клеили их на магазины и писали, что в этом месте американское сало не продается, не продается. И опять же было обсуждение, где продается, где не продается, какие магазины. Люди обменивались списком магазинов, они, ну, это было очень забавно, потому что мы после каждого этапа устраивали с клиентом непосредственно креативные совещания, на которых обсуждали дальнейшие шаги. Я вот сейчас близко уже подхожу к тому, что это такое было и зачем это на самом деле было. После того, как мы достаточно так хорошо подогрели почву для того, чтобы раскрыть, наконец, что это за проект, мы пригласили людей на презентацию, дело было на винзаводе. Оформлено все это было вот примерно в таком виде. Соответственно, там были очень смешные надписи из серии «Американское сало, ты этого достойна» и так далее. То есть в таком очень провокационном ключе. Автора мы не представили лично, мы вывели его в таком черненьком капюшончике, если там хорошо вам видно. У него на лице была такая вот масочка, говорил за него измененный голос. И, соответственно, мы рассказали, что это вот баночка такая была, в которой можно было пофотографироваться. Это, соответственно, суть проекта была в том, что книга, которую мы представляли, была написана очень известным кремлевским, ну, скажем так, политологом и технологом. Мы не раскрыли его фамилию на книге «Он под псевдонимом», и мы не раскрыли его на презентации, но обеспечили подобным проектом себя огромное количество публикаций, огромное количество отзывов в благосфере, огромное количество людей, которые, ну, фан, он очень хорош. Фан при использовании продвижения, он показывает определенные, ну, как бы люди вовлекаются, им интересно, интересно потом разгадать, интересно поучаствовать, пообсуждать. Это был очень такой красивый, хороший проект. По результатам года в издательстве этот проект был лучшим. Учитывая, это клиент «Эксмо», я полагаю, что все в курсе, какое количество книг «Эксмо» печатает в нашей стране, поэтому, соответственно, вот таким образом выглядел данный проект. Одно из наших ключевых направлений — это рецензирование книг. У нас собрано на сегодняшний момент огромное количество людей, которые реально читают книги и реально публикуют рецензии авторские. Моментом очень важным нужно понимать, что эти люди получают книги до опубликования, они получают текст. Эти тексты потом не выходят, мы считаем это своим достижением, эти книги не выходят потом в общедоступные библиотеки, где их можно будет скачивать, то есть они в пиратку не попадают. Мы работаем с этими людьми много лет, и более того, по некоторым проектам мы стали работать с частью пиратских сайтов для того, чтобы они сами отсекали этот контент, за то, что они сами публикуют у себя авторские рецензии и определенным образом сотрудничают с нами. Так, «Зона смерти». Это просто как пример наш, соответственно, проект, серия «Зона смерти». Это уже не отдельная книга, а 16 книг. Занимались мы ей два года. Там, соответственно, группы, 4000 участников, но 100% только живой трафик. Там нет ботов никогда, она набиралась очень медленно. Соответственно, ботов нет в принципе. Сейчас чуть-чуть поменьше, может быть там 3600-3800, но поскольку мы как агентство закончили с этим проектом, ну и есть нормальное естественное убывание людей из групп, когда они, ну, когда-то не опубликуются свежая информация. Наталья, у вас три минутки еще. А я уже заканчиваю. Соответственно, наш любимый бренд Вадим Панов. Соответственно, мы тоже занимаемся три с половиной года, но я, тут, соответственно, можно все посмотреть. Стандартная достаточно работа, работа везде, как угодно. Там был ролик вирусный, и была группа, и были фан-группы и там. И там много всего было, поэтому думаю, что не так интересно. Ну и последняя маленькая история про маленький-маленький женский проектик, скажем так, даже девочковый проектик, потому что книжка была рассчитана на девушек от, скажем так, 14 до 18 лет. Не было ни группы, не было ничего, было только продвижение двумя способами. Первый – это был Твиттер, где мы опубликовали, соответственно, авторские тексты из книжки, из серии, вот там пример приведен, что, ей-богу, мужчины, они как дети, их надо кормить, гладить по голове и укладывать спать. Ну, как бы это простая девочкам понятная история, соответственно, перепостов было много, много писали в статусах и пишут самое смешное до сих пор. И второй момент, который мы использовали, это тоже такая нестандартная фишечка получилась, это использование виш-листов и подарочных сервисов. То есть выкладывалась книжка как подарок, который я хочу, и, соответственно, люди лайкали, забирали себе, тоже хочу. При определенном участии, ну, как бы регулировании данного процесса книга постоянно попадала в топ, в первую страницу этих, соответственно, сайтов, и было очень большое количество подписчиков и желающих купить данную книжку. Соответственно, вот как результат, тираж был после выхода первого тиража, был второй, то есть допечатка составляла еще столько же, то есть увеличение продаж примерно в два раза. В общем-то все. Спасибо. Я быстро, да. Пожалуйста, вопросы даже давайте. Да. Да. Рассказываю. Когда берется книга новая, это обсуждение с клиентом, по каким каналам клиент, во-первых, что хочет. Мы берем книгу, мы берем бриф, по серии книги, будет ли это серия, будет ли это отдельный автор. Инструменты подбираются, исходя из того, что это за книга, что за проект, и насколько издательство планирует в нем длительно участвовать. Я немного не думаю, как правильно и ваша компания осуществляет, что ты сразу бассирована по нескольким каналам дарить, либо… Зависит от денег у вашего клиента, во-первых, а во-вторых, это зависит от того, как вы планируете ее вести, как у вас поэтапно это складывается. Если у вас есть деньги сразу и на все, ну делайте сразу и все. Когда вы окружаете клиента своим брендом, это не клиента, а потребителя. Это прекрасно. Но не у всех клиентов, во-первых, есть столько денег, не у всех клиентов есть возможность, и, соответственно, не все там готовы будут сразу идти на все, потому что нет показателей, какой канал от работы лучше. И многие клиенты предпочитают попробовать один канал или один со вторым, несмотря на то, что по эффективности, бесспорно, если ты окружаешь своего потребителя брендом везде, но это нормально, когда ты идешь, у тебя оно там, 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 ты не можешь не увидеть потом этого в магазинах, понимаете? То есть это ты точно увидишь и точно купишь. Поэтому, конечно, оно эффективнее, но вы при этом не можете вычленить эффект каждого канала. Слушаю. Сейчас можно сюда, а потом к вам. Да. Давайте так. Это очень частный вопрос. Конкретно механика, как продвигаться по виш-листам. Вы подойдите, я вам расскажу, как это делается. Это бесспорно были наши люди, соответственно, в этих виш-листах. Бесспорно было определенное напоминание об этой книге, но это не было сделано только нашими силами. Люди очень много делали перепостов. Да, хорошо. У меня вопрос. Меня зовут Антонович Наталья. Мы с вами друзья в Фейсбуке. Да, мы сейчас говорим о Фейсбуке. Мы много говорили до этого на секции о ВКонтакте. Это в основном ВКонтакте был сейчас, о Твиттер. Да, есть еще Твиттер одноклассники. Но одноклассники, это вообще, не знаю, если будет хотя бы какой-то пример успешного кейса. Честно? Про книжки? Да. Очень много нужно просеять одноклассников, чтобы вычленить книжно-читающую аудиторию. Понятно. Еще вопрос про Твиттер. До последнего какого-то времени там не было специальных инструментов рекламных для того, чтобы продвигать свой аккаунт всячески. Это работа только с лидерами мнений, каких-то, какими-то топовыми людьми в Твиттере? Или есть еще какие-то секреты? Очень много моментов. На самом деле, еще раз говорю, все зависит от того, для кого. Потому что был, например, проект по премиям, по премии, да? Это просто мы добавляли определенные сообщества, где существует аудитория потенциальная и дружили с ними. Конкретно по девочковой истории, да? Мы просто пару раз посеяли, разложили по сообществам, где девочки тусуются. Все остальное девочки сделали сами. Очень хороший был контент, хорошие фразочки. Они такие миленькие, душесчипательные. Какие-то хэш, да много всего было на самом деле. Просто конкретно под проект подбирается конкретной механикой и методикой инструментов. Спасибо. Все остальное после, соответственно, можно подойти. Спасибо. Я думаю, вы сможете задать дополнительные вопросы Наталье действительно после секции, а их, видимо, будет довольно-таки много. Я хочу представить Ольгу Жосану. Жосану, прошу прощения. Компания Action Global Communication. Лидер по России, СНГ, по диджиталу и всему, что с этим связано. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте все. Я, наверное, сюда выйду, а то я буду загораживать. Я сегодня буду рассказывать кейс, как правильно бороться с негативом. Собственно, это реальный кейс, который мы делали в сообществе бренда. Бренд Ханса. И я не буду рассказывать, как нагонять тысячи ботов и вообще все такое. Это чисто пиар-история. Поэтому я, собственно, предупредила. Поехали. Вот у нас есть такой бренд. Бренд Ханса. Он производит бытовую технику, мелкую электронику. В общем, в основном специализируется на кухонных приборах. У нас есть сообщество в Facebook и сообщество в ВКонтакте. Это, опять же, подчеркну, это пиар-история. Мы не гонимся за цифрами, мы не нагоняем туда людей. Мы просто ведем сообщество и ждем, пока наши потребители до нас добредут. Поэтому вот как-то так очень все пассивно пока что ведется у бренда на площадках. Но, тем не менее, мы все-таки соблюдаем некий график постов и график публикаций и стараемся все-таки все выкладывать на темы, которые у нас предписаны. И по пятницам, как это в русском Рунете уже заведена хорошая традиция, мы стараемся выкладывать туда развлекательный контент. Вот. Ну и, собственно, наш менеджер, один из наших менеджеров, в очередную пятницу нашел замечательный текст про микроволновки и выложил его в наше сообщество, не посмотрев, чей это текст заранее. Текст оказался очень популярным у блогера Леонида Каганова. Я думаю, вы его знаете, читаете. Он пишет очень замечательные эмористические тексты. Вот, да, наш косяк. Не проследили, не уследили. В общем, не подписали текст именем автора. У нас пошел негатив. Люди стали писать, вот вы воруете тексты у автора, вы их не подписываете, вот что же это такое, в общем, компания плохая и, в общем, все плохие. Ну, собственно, вот появился такой негатив, что, в общем-то, в таких случаях принято делать. Самое главное правило, если у вас вообще на площадке возник негатив, не паникуйте, не волнуйтесь. Люди не обязаны любить вас и ваш бренд априори. Если кто-то чем-то недоволен, то, ну, как бы с этим можно разбираться. И главное, немножко отдышаться, прийти в себя и не отвечать агрессивно, вот прямо сразу же на ту агрессию, которая исходит от людей, которые пишут вам этот негатив. Какие вообще бывают виды негатива? Первое — это конкретная проблема с вашим продуктом или брендом. Сломалась микроволновка, сломалась стиральная машина или что-то там, не знаю, что-то еще, какая-то фактическая проблема, которая случилась у вас и которую нужно сделать. Тогда она легко решается. Это все, в общем-то, достаточно легко можно сделать в сервис-центре. Второй вид негатива — это конструктивный негатив, если, например, нахамили ваши сотрудники или нахамил отдел техподдержки, или вот какая-то вот такая возникла проблема, уже не конкретно вашего бренда, но скорее вашего сервиса. Третий вид — это троллинг. Это когда просто приходят люди и хотят ежедневно почесать и как бы вас опустить, ваш бренд опустить. В общем, на них вообще не нужно обращать внимания. Также есть черный пиар. Это когда приходят ваши конкуренты из другой фирмы и начинают говорить, а вот у вас там сборка не белая, вот мы знаем, а вот мы конкретно знаем там завод, на котором собирается, и вот фотография этого завода. Вот это называется черный пиар. Ну и последний вид — это спам, когда просто приходят и говорят там «заработайте 10 тысяч бесплатно». Ну то есть вот такие виды. Собственно, как бороться с этим негативом? Первое, что нужно сделать, безусловно, всегда — это извиниться, если ты не прав. Нужно поблагодарить комментатора. Нужно, если это возможно, перевести все в шутку. Если возможно, перевести просто в позитив и быть максимально позитивно настроенным для человека, которому ты отвечаешь. Самый хороший способ вообще — это либо увести дискуссию в личные сообщения и продолжать дискутировать с человеком там, либо перевести вообще это все в оффлайн и решить это с глазу на глаз. Тогда не страдает репутация вашего бренда, и человеку не хочется все это постить и постить, и постить, и перепащивать, и в общем как-то акцентироваться на этой проблеме. Также вы можете попробовать переубедить отрицательно настроенных комментаторов, но это сложный путь априори, потому что если вы начинаете вступать с ними в дискуссию, они могут просто уйти в негатив и как бы не отвечать вам на ваши какие-то конструктивные комментарии. Ну, если у вас троллинг, то опять же не кормите тролля, не отвечайте, игнорируйте просто, то есть забейте на него. Если у вас идет, ну, какой-то там совсем нехороший комментарий или спам, ну, скройте этот комментарий, либо же удалите пост, если это уж совсем там черный спам. И еще подумайте, перед тем, как ответить конкретному человеку на конкретную проблему, подумайте, кто этот человек, что он хочет от вас своим комментарием добиться, и откуда должен исходить комментарий. Либо это должен быть там менеджер, который допустил ошибку, либо это должен быть директор, который ответственный за этого менеджера, либо это должен быть генеральный директор, либо представитель компании. Подумайте еще раз, проговорите для себя, и только после этого отвечайте. Ну, и, собственно, правило работы с негативом. Не задерживайте свой ответ. Отвечайте на той же площадке, на которой был задан вам вопрос или появился ваш негативный комментарий. Будьте максимально честны. Используйте нейтральные фразы. То есть не нужно агрессивно как-то уходить в эмоции. Не поддавайтесь эмоциям, сфокусируйтесь лучше на фактах. Расскажите что-то, что конкретно вы можете рассказать. Но не говорите больше того, что вы можете, опять же, рассказать, потому что это будет выходить за рамки вашего круга ответственности. Не удаляйте негативные посты, если только это не спам и не какой-то уж совсем плохой троллинг. Если вы все же удалили пост, объясните, почему вы это сделали конкретно, опять же, на той же стене, где у вас был тот же негативный комментарий. Собственно, мы в своей проблеме решили, в общем-то, не выходить напрямую на контакт с автором, который написал негатив. А так как косяк был в том, что мы не спросили разрешения у самого Леонида, мы решили обратиться к нему. Мы извинились, естественно, публично, подписали все посты его именем, и уже потом позвонили Леониду, чтобы извиниться и подарить ему микроволновку, ту самую микроволновку, из-за которой, собственно, сырбор. Микроволновку Ханса. Но перед тем, как мы вот это все затеяли, мы выяснили, что Леонид очень любит гравировки. И сделали на микроволновке гравировку Леониду Каганову от компании Ханса. Почему мы это сделали? Потому что персонализированный подход к любому человеку, будь это топовый блогер, будь это просто человек, он всегда лучше. И если вы узнали что-то такое, что поможет вашему бренду лучше коммуницировать с этим конкретным человеком, всегда это используйте. Собственно, ну как бы мы вот привезли инвентарь. То есть на самом деле идея какая была? Мы позвонили Леониду, мы извинились, сказали, что мы хотим подарить им микроволновку, сказали, что мы сделаем на ней гравировку и привезем ее в конкретный день. А он сказал, ой, ребята, классно, на самом деле все здорово, вообще я давно мечтала о такой микроволновке, а давайте мы с вами поставим тот самый эксперимент, как же сварить яйца в микроволновке. Мы закупили яйца, мы закупили книжку специальную, микроволновая кухня. Мы приехали к Леониду, и в общем все это вышло в очень замечательный, позитивный проект. Мы проводили кучу экспериментов, взрывали яйца разными способами микроволновки, записывали все это на авторегистратор, делали эксперименты во всяких формочках, специально для глазуней, варили яйца в стакане с водой, получалась вот такая вот бурда, и совершенно невозможно есть. Но в конце концов мы выяснили, что да, яйца можно сварить в микроволновке, чтобы они не лопнули, для этого нужно просто их варить в воде и добавить туда соль. Все просто. Ну, собственно, вот такой позитивный проект. И я вам всем желаю, что если у вас какой-то негатив появляется, старайтесь все-таки его переводить в позитив, старайтесь сделать интересные проекты. В общем, всем пиз. Да, и охват, конечно, самое, конечно, для нас, что было интересно, для компании Ханса. Леонид после всех этих экспериментов написал замечательный текст в своем блоге. У него 15 тысяч человек, уникальных пользователей в день заходят в этот блог. 220 комментариев было оставлено, очень позитивных. Люди там интересовались, ну, какими способами мы варили эти яйца, и что вообще конкретно происходило, и как они взрываются, и сам процесс этого взрыва. Да, да. В общем, было очень здорово, и очень много хороших, позитивных комментариев. То есть негатива мы не увидели. И даже тот небольшой негатив, который появлялся, что говорили, ну да, пост рекламный, реклама проплачена, его сглаживали сами комментаторы, мы даже не вмешивались в дискуссию, потому что люди просто видели, что действительно хороший проект, очень хорошо поданный, и такая вот реклама, она воспринимается на ура. У нас, опять же, были упоминания в Яндексе очень много. Ой, прошу прощения, одна минутка у тебя. Да. Упоминания в Твиттере, упоминания в Фейсбуке. Многие популярные блогеры тоже писали про этот проект, просто потому, что он такой медийный и интересный. Ну, собственно, все. Тут уже скриншоты. Спасибо. Пожалуйста, вопросы Ольги. Да, вот молодой человек хочет задать. Вставайте, задавайте. Ну, смотрите, у нас бывают такие ситуации. Опять же, попробуйте вывести чеков в офлайн, если… Ну, там, в личные сообщения хотя бы, да, в офлайн. Если это не получится, отвечайте ему монотонными фразами. Ну, раз на 30-е он успокоится. Ну, отвечайте ему одно и то же. Ну, как бы сохранить свой стиль и все. Ну, без агрессии только. Вот, пожалуйста. Еще один вопрос у вас, да? Спасибо. Ну, мы все-таки пытаемся с клиентом разговаривать. Опять же, мы пытаемся объяснять им, что если вы удалите отзывы, то придут еще 30 человек, которые скажут, а почему вы удалили наши отзывы? То есть негатива станет еще на порядок больше, потому что люди, они не любят, когда их посты удаляют, когда вообще что-то делают с пользовательским контентом. Поэтому мы разговариваем с брендом, пытаемся донести это до них. Ну, да, наши клиенты вполне адекватные соглашаются, да? Еще вопросы? Да, пожалуйста. Ну, у меня, как всегда, вопрос. Это все делается для того, чтобы поднять узнаваемость бренда, да, естественно, конвертировать все это в продажи. На самом деле нет. Это чисто случайный кейс, который мы просто сделали, потому что у нас пошел негатив. Вот нам так повезло. Мы решили решить вот нашу проблему с негативом таким способом. А все остальные… Ну, просто это не настолько, наверное, яркий для меня лично, например, негативного бренда. Ну, это не то, что негативный бренд. У нас пошел негатив. И этот негатив стал тиражироваться. Он пошел уже вне нашей группы. Потом-то и делал. Ну, понятно, да. Но как-то повлиял сам вот этот кейс? Вы затратили просто у вас настолько… Вы затратили очень много креатива, вы затратили очень много сил. На самом деле нет. Да, навели какие-то там движения в оффлайне. При этом стал ли бренд более узнаваемым? Вот что мне интересно. Конвертация. Ну, безусловно, он стал более узнаваемым, потому что о нашем бренде узнали хотя бы все подписчики Леонида Кагановой. Плюс та аудитория, которая потом отретвитила наш кейс. И, соответственно… Ну, то есть мы не конвертируем это в продажи. СММ вообще не конвертируется в продажи. Узнаваемость – да. Ну, ты меня не слушала. Давайте вопрос обсуждения конвертации в продаж. Мы в конце специально оставим 10 минут на самую интересную тему. Давайте вот следующий вопрос тогда Ольге перенесем уже на перерыв. Окей, все. Спасибо. А сейчас я… Да, Анна представит. Чтобы поставить точку в этом вопросе, конвертируется. Но не просто конвертируется, а вот конкретно в каких-то моментах. Давайте там потом прям действительно обсудим. Значит, я представляю Булада Субанова. Добрый день. Который, помимо того, что он является заместительным председателем правления ОТП-банка, он еще известный блогер. Вот. У него в Твиттере, говорят, 37 тысяч фолловеров, между прочим. Добрый день, коллеги. Коллеги, уважаемые слушатели. Я расскажу… Сегодня мы говорим о кейсах. Я расскажу о своем личном кейсе, каким образом он мне помогает в работе, как это помогает моему работодателю и как, на самом деле, я надеюсь, это будет помогать всем вам для того, чтобы вы могли на это посмотреть критически, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Мой кейс называется «Важность участия первых лиц организации в соцмедиа, коммуникациях, как это помогает работе, как это помогает компаниям». Почему я здесь, а в соцмедиа, а не только на сайте otpbank.ru? Мой топ-3 соцсетей, которыми я лично пользуюсь и которые помогают мне в активной моей жизни. Во-первых, это Твиттер. Я люблю Твиттер, не хочу его сильно рекламировать. Для меня это удобно, потому что это короткие посты, очень быстрое общение. Мы их называем своими друзьями, такие Твипули, которые вылетело, не поймаешь. И очень важно писать ярко, быстро, коротко. И на самом деле это очень помогает в корпоративной переписке. Потом начинаешь писать в соцкрок знаков и учишься писать короткие письма, потому что говорят, что то письмо, которое читается больше 30 секунд, никогда не откладывается в памяти. Я ненавижу самые огромные простыни, которые приходят иногда либо с заданиями, либо с ответами на задания. Поэтому мы учимся в Твиттере. Я и мои коллеги общаться очень быстро. Топ-2. Это Facebook. Конечно же, в Facebook я под своим именем и в Твиттере тоже, потому что долго работая в телекоммуникациях и в IT, я понимаю, что все, что написано в интернете, как бы вы ни пытались убрать, это убрать невозможно, это остается навсегда. И я всегда призываю своих коллег и тех друзей, с кем общаюсь, подумайте о том, что будут читать ваши дети, когда через 10, 20, 15 лет они прочитают, что писал их папа или мама, когда они дружили или когда они общались. У меня в этом смысле есть очень конкретный пример. Мы с женой познакомились в хоре, пели вместе в университетском академическом хоре. Об этом друзья по хору написали. И теперь мы понимаем, что эта история навсегда останется не только для наших детей, но и в принципе для всех моих друзей. это очень интересная история отдельно. И конечно же профессиональная сеть LinkedIn. Почему? Потому что для любого наемного менеджера, тот человек, который строит свою профессиональную карьеру, очень важно иметь профессиональное сообщество, в котором вы общаетесь на профессиональные темы, обсуждаете какие-то кейсы. И самое главное, та среда, в которой вы можете себе обсудить то, что вы никогда не сможете обсудить со своими клиентами. Почему я здесь? Не только на otpbank.ru, потому что это позволяет мне общаться в нерабочее время. Работая на всей территории страны, вы знаете, что работа в разных часовых поясах, это возможность и необходимость постоянно доносить информацию и получать информацию. Мои коллеги утром с Дальневосточной, приходя на работу, видят те посты, которые мы писали, комментируют их, и это позволяет и помогает нам общаться в оффлайне. Давайте я немножко расскажу о компаниях, вообще каким образом социальные медиа помогают компаниям работать. Не секрет, что современные компании, большинство из них, и даже очень современные, и те, которые являются в топе наших интернет-технологий, они устроены очень сложно. Вот есть вот такой телефонный справочник, на котором вы всегда можете увидеть вроде бы структуру, и на самом деле она вроде бы современная, но связь до сих пор происходит по аналоговому телефону. Коммуникации происходят хаотично. Вы никогда не сможете построить коммуникации в компании, если будете пользоваться только правилами или телефонными справочниками, либо организационной структурой, потому что внутри компании люди общаются по симпатиям, они общаются с тем, с кем им приятно. Вы знаете, что интересно, например, в бизнес-центрах Москвы есть такой неофициальный рейтинг количества красивых девушек, которые вы можете встретить, проходящих мимо Старбакса. Об этом было много обсуждений, но на самом деле это хорошо, потому что коммуникации в современном обществе, в современном мире, их не нужно пытаться оседлать, ими нужно просто пользоваться. Большинство организаций до сих пор, и даже самых современных, они используют методы давления, когда решения сверху вниз продавливаются, и не факт, что это эффективно, хотя многие руководители говорят, что они современные, у них даже есть страничка в Фейсбуке, которую ведет специально нанятый пресс-секретарь. Я буду говорить громче. Но это смешно, потому что те посты, которые пишет настоящий человек, они видны. Потому что самое интересное в сети, я думаю, что этим будут заниматься психологи после, это оценка изменений настроения человека в течение рабочего дня и в течение рабочей недели. Вы знаете, мы проводили собственный такой частный эксперимент. Я попросил просто проанализировать посты нашего директора филиала на Урале. Видно было, что к концу рабочей недели у него снижалось настроение, посты были более эмоциональными, больше появлялась негатива, но почему-то в пятницу вечер настроение поднималось. Но вы знаете, на самом деле, говорят, что в России пятница начинается в пятницу и заканчивается через три дня. Окей. Social media – это тот лозунг, который мы используем внутри компании и внутри нашего сообщества, такого профессионального. Это хаос, который не надо пытаться побеждать. Его нужно возглавить. Пример очень простой. Я сегодня утром встречался с нашими сотрудниками контакт-центра. Это те люди, которые ловят первый негатив клиентов. Окей, на фронте мы продали услугу, потом через какое-то время клиент появляется в контакт-центре. Вы представляете, очень сложно говорить с человеком, которого не видишь перед собой. И у сотрудников контакт-центра есть такой маленький, очень хороший инструмент. У каждого перед ними есть зеркальце. Потому что, когда человек смотрит в зеркальце, ему легче разговаривать с тем человеком, которого он физически не видит. И, например, для них есть у нас… Они сами создали группу ВКонтакте. Мы ее никоим образом не пытаемся модерировать. Когда наша пиар-служба говорит, давайте мы будем ее модерировать. Честно скажу, была большая жаркая дискуссия. Пришлось просто административно запретить. Потому что, как только появляется модерация в группах, которые создали сотрудники, эта группа умирает, они перетекают просто в другую группу, в другой ресурс. Поэтому мы считаем, что этот хаос, его нужно возглавить, просто разбив этот хаос на множество маленьких хаосов, и пусть они живут сами. Участие первых лиц – это вопрос презентации. Я считаю, что это вопрос лидерства. У нас, конечно, конференция не по стилям менеджмента, не по моделям, по его… Но все-таки, на самом деле, если вы хотите быть лидером мнений, лидером эмоциональным для своей организации или компании, или просто группы людей, для вас активность в соцмедиа – это вопрос лидерства. Каким образом вы продвигаете, каким образом вы позиционируете себя. Можно много теорий коннектить к этому вопросу. Там альфа-самцы, не знаю, коллективный разум, что угодно. Но на самом деле все зависит от той группы, в которой вы работаете, и той цели, которой вы хотите добиться. Я считаю, что только участие первых лиц в соцмедиа коммуникациях делает тактику компании стратегией. Потому что, я думаю, что многие из вас читали классные такие гайдбуки. Какая мы компания, какие у нас миссии, какое у нас видение. А вы не замечали, что люди, выходя с таких совещаний, потом говорят, да, классно, ну пойдем обсудим это где-нибудь в чате. И когда происходит разрыв между то, что говорят первые лица, и то, что происходит в жизни реальной, вот тогда происходит, на самом деле, в компании появляется первая трещина. Первая эмоциональная трещина, которая эту компанию начинает разрушать. Поэтому для нас это инструмент, которым мы пользуемся в обычной жизни. Давайте я просто выделю так пять главных факторов, которые мы используем для себя как элементы управления. Во-первых, только личное участие. Мои сотрудники удивляются, почему я пишу по ночам. Честно скажу, ну ночью для меня это способ ослужать мозг. Вы приходите с работы, вы устали, вы пишете пару постов, начинаете общаться, вы таким образом переключаете. Вы знаете, у профессиональных спортсменов, а менеджеры – это профессиональные спортсмены, нельзя просто после бега резко остановиться. Вы должны как-то немножко пройтись. Фактически для меня соцмедиа – это такая остановка. И личное участие в этом помогает. Первое. Второе. О, кстати, интересно. Это уже глюки, видимо, на боты пролезли. Номер четыре. Регулярные коммуникации. Вы знаете, соцмедиа – это как секс. Им надо заниматься постоянно. Второй пункт. Продвижение компании через продвижение персоны. Все соцмедиа, группы, которые какой-то компании или какого-то банка, они умирают, потому что никто не хочет общаться с каким-то мифологическим или каким-то неконкретным человеком. Третье. Не побуждение или реклама, а вовлечение в общение. Вы знаете, я использую очень простой пример. У меня есть в Твиттере хэштег «Булат вопрос дня» в одну фразу. Я просто задаю вопросы. Иногда я, когда забываю задать вопрос, мне спрашивают, какой сегодня будет «Булат вопрос дня». Есть такая теория управления через простые вопросы. Вы когда общаетесь, вы сделаете так, чтобы человеку было интересно. То же самое в соцмедиа, и это мы используем. И пятый пункт. Мы вошли в график. Последовательность и цельность. Честно скажу, для меня сейчас большой кейс. Я пытаюсь в Фейсбуке перейти от такого фанового общения к профессиональным темам. Потому что задача любого профессионального, наемного менеджера – это продвижение, построение своей карьеры. Построение карьеры может быть только так, как вы выполняете свои бизнес-цели. Планирование, ресурсы и так далее. Так вот, для меня последовательность и цельность соцмедиа – это простой-простой кейс. Я пытаюсь через этот кейс в соцмедиа просто повысить качество своих профессиональных связей. Для этого и LinkedIn для профсообщества, Facebook для фана, и Twitter для такого постоянного информационного потока. И если тебя нет в соцмедиа… Окей, да, последний слайд почти. Если тебя нет в соцмедиа, неужели бизнес-поезд ушел? Я считаю, что для персоны современной нет права не быть в соцмедиа. Потому что это новый язык, не нужно спорить. Будет на нем люди говорить, не будут. Просто это то наречие, которым вы должны владеть для того, чтобы быть абсолютно флюент в этой среде. Все. Спасибо. Вопросы. Вы прям самые активные задающие вопросы. Я у вас с некоторыми темами очень актуальны. Вот вы, если, как руководитель, как вы относитесь к тому, что ваши подчиненные сидят в соцсетях днем? Это плюс компании, как пиар? Это показатель свободы, скажем так, в вашей компании? Я скажу, что для сотрудников… Мы считаем, что это плюс. Мы, не скрою, боремся тут немножко с нашим информбезопасностью, потому что через соцмедиа достаточно легко пробиться просто в IT-систему банка. Но это плюс, потому что это все равно, что ограничивать курильщиков, что они обсуждают в курилках. Если человеку удобнее написать в чат коллеге из Урала, нежели ему просто звонить, он просто экономит телефонную или мобильную связь для организации. Человек должен общаться так, как ему удобнее. Мы не должны его в этом модерировать. Это моя позиция. И в дивизионе банковская сеть, которым я руковожу, порядка трех тысяч сотрудников, мы как бы открыты к этому. Если человеку удобнее отправить смс, я раньше просто очень много смс отправлял. По сто штук в день. Получалось только же. Сейчас это твиттер. Фактически это тот же смс, только визуальный. Я отношусь к этому нормально. Если что, что? А вы знаете, если у человека плохое настроение или ему не нравится компания, сколько бы его на работе не ограничили, он придет домой и напишет то же самое. Поэтому это вопрос современного мира. Понимаете, вы можете сколько угодно промоутировать хорошие идеи, но если на самом деле это не так, люди просто уйдут из компании и через год напишут об этом. Поэтому это все равно, чтобы мусорить в подъезде, в котором вы живете. Вы же в нем живете. И тем более мир такой открытый стал, что бесполезно говорить о том, что что-то может там вытерто быть или какие-то придут люди в черном и все там подправят, подчистят и вот этим красным посветят. Не будет такого. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я немножко позже буду выступать. Вопрос у меня очень простой. Вы очень много всего рассказывали про первые лица, про то, как вы там мотивируете сотрудников и прочее. Это все клево. У меня вопрос. Вы работаете в крупной корпорации, будем называть это так. У вас очень много сотрудников и людей, которые с вами работают. 30 тысяч сотрудников в банке всего. 30 тысяч сотрудников. Зашибись. У меня вопрос. А у вас есть социал-медиа политика для сотрудников, как у Майкрософта, Интела, Эпла и других банков, например? Скажу. ОТП-банк без рекламы это венгерская сберкасса. Это Сбербанк Венгрии. Честно скажу, что мы в России более продвинутые, чем коллеги Венгрии. Нас просто больше физически. И как бы мы более активные. Трудно читать венгерский язык в фейсбуке, но у меня многие друзья там есть, конечно. Социал-медиа политика у нас есть. Я занимаюсь тем, вместе с коллегами с пиара, перейти из запретительной в более побудительную. Эта политика есть, но она, честно говоря, очень консервативная. Мы считаем, что любую политику меняют тогда, когда люди будут приходить более открытые. Потому что для многих из наших сотрудников ОТП-банк – это первая работа. Поэтому если мы травмируем человека, мы его можем травмировать на всю жизнь. Запретом это сделать очень легко. Реально. Это просто сказать нет и все. Нет, а почему? Вот это вопрос второй. Спасибо большое, Влад. На самом деле, вопросы свои не забывайте. Понятно, что сейчас невозможно все задать сразу. Можно подойти в перерыве и все задать вопросы. Я представляю Екатерину Лобанову, которая рулит всеми связями в социальных сетях и службой клиентской поддержки ни много ни мало Сбербанка России. Очень интересный кейс. Спасибо, Влад. Одна сберкасса чешская передала Ахнистафетову Российской Сберкассе. Я буду рассказывать про одну из активностей Сбербанка. Счастливо, Оль. То, что мы делаем. Мы занимаемся не только этим, но это одно из наших направлений. Социальные сети – это одна из самых популярных активностей в мире. По сегодняшним уточненным данным в крупных городах, в миллионниках проникновение в социальные сети 100% достигает. Ничего, в принципе, не изменилось. Раньше люди обсуждали компании, бренды, продукты, разговаривали по телефону с друзьями в ресторанах, кабаках, где угодно. Между собой, когда гуляли. С появлением социальных сетей люди начали обсуждать это в них. Если раньше вы не могли видеть то, что они говорят о вас, о ваших продуктах, то теперь вы это можете видеть. Стоит задуматься о том, когда человек начинает писать о своем опыте взаимодействия с компанией. Если у него есть сформированные ожидания до использования услуги либо продукта. Если это ожидание, то, которое он получает при взаимодействии с компанией, существенно ниже, у него возникает негативная реакция, то есть жалоба, попросту говоря. Об этом он пишет. Либо когда у него ожидание ровное, он приходит, и у него так называемый вау-эффект происходит. Об этом он тоже пишет, делится. Когда ожидание до и ожидание после совпадает, а об этом человек не пишет, все произошло ровно так, как он рассчитывал, логично. В Сбербанке России построено на сегодняшний момент это штатное подразделение службы заботы о клиентах. Наша основная задача коммуницировать с клиентом, мы работаем с обратной связью. Мы узнаем, что происходит с людьми, когда они взаимодействуют с банком. Точки взаимодействия с банком это не только отделение, это интернет-банки, это реклама, это наши карточки, то есть все тачпойнты, где клиент взаимодействует с продуктами либо услугами банка, в том числе контакт-центры. Для чего нам это нужно? Мы с помощью службы заботы решаем репутационные задачи, усовершенствуем банковский доход. Если, например, банк запускает новый продукт, то с помощью обратной связи, которую мы можем получать через соцсети, мы можем узнавать и вовремя корректировать любые инициативы, как то конкурсы, продукты, либо услуги. Как построена вообще работа? Сначала мы понимаем потребности клиента. До вообще его опыта взаимодействия проектируется там некоторая карта. Что вообще происходит? Какой у потребителя путь вообще от того момента, как он захотел, нужна ему услуга, и в каких точках он взаимодействует с компанией, как все это происходит? Когда происходит сам момент взаимодействия, у клиента получается такой некоторый реальный опыт. Если этот опыт негативный либо позитивный, клиент об этом пишет нам. Мы можем это видеть через соцсети, мы их мониторим. Видим его опыт взаимодействия, видим, в какой точке произошел негатив, что важно, выявляем причину, по которой он произошел, измеряем, насколько это была системная проблема. То есть это может быть точечная проблема, какой-то сбой минутный, и это может быть системная ошибка. Мы все это анализируем и, соответственно, в момент истины сравниваем то, что мы проектировали до и то, что произошло после того, как клиент взаимодействовал с компанией. Сравниваем и, соответственно, идем по новому кругу. Проектируем согласно полученным ошибкам. Какие вопросы? Нам нужно обязательно сегментировать нашу аудиторию. Нам нужно понять опыт взаимодействия каждой из этих аудиторий. Аудитории разные, они и по доходности различаются, и по способам потребления продуктов. Мы выявляем, в каких точках взаимодействия нам, ну, они нам важны для успеха, для того, чтобы клиент приходил вновь и вновь, чтобы он был удовлетворен и счастлив. И мы изучаем проектировку опыта взаимодействия с компанией, с клиентом на основе его обратной связи. Как мы работаем? Ну, в целом, в прошлый год мы вот так работали. Нас было очень мало. Нас было сначала 3 человека, потом 4. А в Сбербанке каждый месяц порядка 35 тысяч упоминаний и более 70 миллионов на сегодняшний момент имитированы дебетовых карт. Сейчас мы, наверное, работаем так. То есть условия лучше, нас стало больше, нас ввели в штатное расписание, наша работа структурирована, у нас есть некоторые инструменты, с помощью которых мы работаем. Сейчас конкретно отвечает на сообщения клиентов, на жалобы, на идеи, на благодарности, на все. 4 человека обработают они порядка 3 тысяч обращений в месяц. Большинство, конечно же, вопросов, меньше жалоб, еще меньше идей, еще меньше благодарностей. Это логично, наверное. Нам есть еще куда расти и как меняться в лучшую сторону. 60% из тех жалоб, которые мы получаем, повторные. Что значит повторные? Значит, клиент уже обращался одним из стандартных способов в банк. Например, через колл-центр подавал жалобу, либо через книгу жалоб в отделении, либо есть на сайте форма создания жалоба. И после того, как он не получил ответы, либо реакция на свое сообщение, оставленное через стандартный канал, он начинает жаловаться в банк. При этом его проблемы, возможно, и занимаются, ее решают. Но банк с ним не разговаривает, у клиента полное ощущение, что никто ничего не делает и про него забыли. Наша задача коммуницировать с ним на каждом этапе и рассказывать ему, что банк предпринимает, что мы делаем и как его проблема решается по пункту. Обращение не устаревает. Когда мы видим негативную жалобу в социальной сети на какую-то компанию, человек, у которого может возникнуть похожая проблема, заходит ее, видит, что компания решает. Мы всегда публично коммуницируем с клиентом, мы всегда завершаем коммуникацию, мы никогда не уходим в личку. Мы разговариваем по телефону, иногда переписываемся через личные сообщения, но мы всегда дублируем всю коммуникацию в паблике. Следующий, кто заходит, он видит, что клиент, пожалуйста, пришла к компании и решила проблему. Как мы работаем? Мы отвечаем, у нас есть определенные критерии реакции, на какие сообщения мы реагируем, на какие нет, бесспорно. На все сообщения вообще в интернете про Сбербанк, касающиеся, мы реагировать не сможем, наверное, никогда. Мы строим ответ по определенным правилам, есть матрица реагирования, на какое обращение, согласно чему и как надо реагировать. Есть определенная схема построения ответов. Сначала мы приоритетно реагируем на сообщения, оставленные в наших собственных сообществах, и затем мы с помощью мониторинга интернета собираем все тикеты проблемные, сортируем их в порядке критериев реакции и отвечаем на них. Дальше, после вашей работы клиенты сами о вас расскажут, это реальные скриншоты, свежие, 5 апреля, 10 апреля. Когда приходит человек, он задает вопрос, достаточно оперативно отвечает, решает жалобы, и при нормальных ответах клиент не будет вам бесконечно полосу негатива выдавать, они понимают, что на него обратили внимание, о нем заботятся, его проблему решают. Не бывает идеальных компаний. Бывают те, кто решает жалобы, признается в них и разбирает, и помогает клиенту, а бывают те, кто молчит. Вот еще такой кейс из Твиттера, это реальные истории. И в дальнейшем, когда этот человек общается о Сбербанке, он уже становится в каком-то смысле его адвокатом. То есть он приходит и говорит жалующемуся следующему, говорит, ребят, не переживайте, Сбер здесь сидит, он сейчас придет, вам поможет, решит и так далее. Бывают достаточно тяжелые ситуации, когда просто одних извинений уже бывает недостаточно. В этих случаях у нас есть возможность, мы дарим клиентам различные подарки для того, чтобы хотя бы как-то сгладить причиненные неприятности. Что мы измеряем? Самое, наверное, важное. Мы не набираем людей в наше сообщество, мы не ставимся целью привлечения туда участников. Найти Сбербанк в социальных сетях достаточно просто. Это крупная компания, у нас, во-первых, есть ссылки на сайте, можно зайти в любую социальную сеть, в Facebook, Вконтакте, в Twitter, нажать в поиски Сбербанк, вам выпадут аккаунты наши. Вы можете зайти туда и написать там сообщение. Мы измеряем позитив-негатив, долю, измеряем все обращения клиентские по жалобу, вопросы, идеи, предложения, разделяем по продуктам, на какой продукт больше идет жалоб, там есть там топ-3, 5, 10. Мы смотрим, в каких каналах с нами больше коммуницируют и в каких больше говорят о нас. Смотрим семантическое ядро, составляем карту ключевых слов, какие слова чаще употребляются в отношении нас при взаимодействии, когда клиент пишет о том, что он с нами взаимодействует. Мы начали измерять влиятельность пользователей и смотрим, откуда распространяется информация вообще по сети, из какой точки. И для сообществ, просто чтобы, не знаю, как-то контролировать их развитие, мы смотрим индекс вовлеченности. То есть мы смотрим, считаем все взаимодействия клиентов в наших сообществах, там лайки, комментарии, как они нажимают там поделиться. Вот. Наши секреты успеха, все просто. Мы знаем, что мы несовершенны и нет таких компаний, которые никогда не ошибаются. Мы все не идеальны, но мы открыты, мы готовы прийти, мы готовы помочь клиенту, мы говорим с ними на одном языке. Как бы он ни написал свою жалобу, мы можем разобраться в том, что является причиной ее возникновения. Мы умеем с ними разговаривать, умеем коммуницировать и умеем их негатив превращать в позитив. И работаем мы не в бизнес-подразделении, мы абсолютно независимы. Мы можем признаваться в том, что банк был неправ. Все? Вопросы? Пожалуйста, вопросы. Катя, привет. Я хочу тебя спросить. Вот в ОТП банке есть как бы гайдлайны для сотрудников. А есть ли они в Сбере? И занимаешься ли ты ими или занимается там служба безопасности? Спасибо. Служба безопасности банка не занимается гайдлайнами. Точно, у нее очень... Ну, наблюдением я имел в виду. Да, они другие, они там гораздо хуже, чем занимаются. Нет, у нас нет пока гайдлайнов на общение сотрудников, признаюсь честно, нет. Спасибо. Но разговаривать им можно о банке. Пожалуйста, никто не запрещает. Екатерина, здравствуйте. У меня вопрос такой. Почему у Сбербанка, несмотря на то, что вы достаточно активно развиваетесь, пока что нет прямой связи между регионами? Вкратце ситуация. У меня кредит в Новосибирске, я брала. Сама проживаю... Сама проживаю, да, в Красноярске. Почему при обращении, например, в отделение географическом, где по местонахождению предлагают поехать в город, где все это приобреталось, и при этом при обращении на сайте тоже срок обработки заявки и обратной связи, он увеличивается примерно в два раза? Ну, срок вашей заявки, рассмотрения с конца, извините, начну, он никак не зависит от того региона, где вы находитесь. Ну, я приношу вам свои извинения, вероятно, вас кто-то не очень корректно проконсультировал. Если вы мне подойдете, потом скажете, кто это сделал, давайте мы с вами поговорим, и я ему расскажу, как это на самом деле делается, и у всех остальных он будет консультировать правильно. Хорошо? Окей? Почему такое происходит? В Сбербанке такое наследие, давнишние 90-х годов, айтишное, да, когда сама айти-инфраструктура строилась отдельно по территориальным банкам. Это наследие, от которого мы сейчас попытаемся уйти. В Южном порту открыт мега-цод прошлой осени крупный, в который сливаться будут все клиентские данные. Как раз именно для того, банк занимается этой проблемой уже три года. Это не очень просто. Это очень трудоемко и очень денежноемко. Мы планируем это сделать за ближайшие два года, залить все данные, и тогда, если вы откроете счет во Владивостоке, приедете в Москву, сможете с ним делать все то же самое, как во всех остальных банках. Еще один вопрос, можно? Екатерина, Михаил Бланк, интернет-агентство, далее вопрос следующий. Если вы нажалуетесь на компанию МТС в интернете, в фейсбуке где-то еще, вам предоставится Марина Акулич, она скажет, я Марина Акулич, представляю компанию МТС, отвечу. А здесь я увидел наоборот, что вы представляете именно от бренда. Как раз о том, о чем говорил Булаш, люди хотят общаться с людьми, отвечайте им от Сбербанка. Это сознательно? Дай, Летка, примеры? Ну, такой же бренд, как Марина Акулич в МТС, есть бренд Екатерины Лобановы в Сбербанке. Просто мы, наверное, с вами не очень знакомы. То есть это точно такая же история. Ну, это из сообщества. Когда человек пишет у себя в ленте, мне мои друзья отмечают в комментариях, я прихожу и говорю от себя, а не от банка. У нас есть система мониторинга. Ну, вот мы пока сидели, меня дважды отметили. Петерина, можно последний вопрос? Я займу. Вот вы говорили о том, что клиент с решенной проблемой это адвокат бренда, да? Осуществляя поддержку одного клиента по такому же принципу, мы столкнулись с такой проблемой. Сгладили острые углы, подарили подарок, пообщались, клиент полностью доволен, но он, поскольку рад, что к нему проявили такое внимание, он начинает постить о любом мелком негативе… Потребительский экстремизм, да? Да, 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 фактически. И это не первый раз. Скажите, что мы делаем не так, и что делаете вы? Ну, мы не дарим подарки, во-первых, постоянно, да? То есть халява не мотивирует, совсем другая история. Ваш лояльный клиент – это исключительно немотивируемая история. Это вот на его эмоциональная к вам привязка, да? Что вообще такое лояльность? Мы с лояльностью вообще работаем, да? Это когда вот я, например, у меня сейчас телефон, допустим, iPhone. HTC говорит скидка 90% на их телефон, а я все равно iPhone покупаю, да? Вообще без скидки. Вот это про лояльность. Подарки никогда не мотивируют. Не надо дарить подарки. Нужно коммуницировать лучше. Эмоциональную связь вызывать. И клиент начинает продолжать постить негатив, но уже в таком достаточно позитивном ключе. Вот обратите внимание, на меня оператор косо посмотрел. Понимаете? А вы продолжаете гнуть ему свою линию, говорить большое спасибо. Наши клиенты, наши самые верные помощники, именно они на первой линии находятся, знают про ваш продукт. Все гораздо лучше, чем вы. И эта обратная связь поможет вам улучшить ваш сервис, улучшить ваш продукт, чтобы он наконец-то ощутил в полной мере счастье от его использования. Спасибо большое, Екатерина. К сожалению, все остальные вопросы, не забудьте их, пожалуйста, запомните, вы их сможете задать. Пожалуйста. Да, я представляю следующего докладчика. Мария Иванова, директор агентства AdCom. Вот. Добро пожаловать. Здравствуйте. После крупных брендов мы перейдем к чуть более средним. И я расскажу о том, как мы создаем сообщество для косметического бренда Vivienne Sabo в Вконтакте и Фейсбуке. Ну, в отличие от предыдущих докладчиков, мы решили сосредоточиться на цифрах, форматах и на том, что, в общем-то, помогает нам расти и помогает нам эффективно работать. И начинается. Направо. Направо. Девочка. Направо. У нас не работает. Что делать? Куда направляетесь? Направляете вот в уголоке, влево. Да. Вот ты молодого числа? Да. Вот, а, волк. Я прошу. Тогда можно, наверное, сделать с помощью слова следующий слайд. Да. Ага. Давайте, следующий слайд. О, ура. Yes. Я начала сразу с результатов, чтобы было понятно, в общем-то, и, собственно, дальше я собираюсь их раскрывать. Мне кажется, эти вопросы всегда волнуют всех, кто работает в социальных сетях. Стоимость вступившего лояльного человека в Фейсбуке, ну, я не буду даже говорить про ботах, потому что понятно, что их нет. Стоимость вступившего в Фейсбуке клиента составляет 36 рублей, стоимость вступившего в ВКонтакте 12. Поскольку мы начали всего лишь два месяца назад, пока это такие цифры, и мы считаем их достаточно хорошими для вложений, которые клиент может себе позволить. Вот. И engagement rate, которым мы очень сильно гордимся, то есть уровень вовлечения клиентов в коммуникацию внутри сообщества, колеблется от 26 до 70, до аж 70 процентов. Теперь я расскажу, собственно, что позволило нам прийти к таким результатам. Пожалуйста, следующий слайд. Продвижение любого сообщества в социальном сетях состоит из двух частей. Первая часть – это контент, релевантный контент, интересный, адекватный и так далее. Чуть позже раскрою побольше. И второе – это контекстная реклама, благодаря которой, например, наше агентство может юридически гарантировать количество участников сообщества на протяжении времени. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, концепция сообщества – это первое, с чего стоит начинать работу над сообществом брендов в социальных сетях. В данном случае у нас был следующий инсайт в результате работы нашей креативной группы, что косметика – это одежда для лица. Соответственно, эту одежду для лица можно подавать в виде коллекции, как это делают известные модельеры. И каждую линию косметики мы подаем как модельную коллекцию. Что это по факту означает? Это означает, что в течение месяца мы раскрываем те или иные особенности разных линий, а в конце месяца мы приглашаем участников на фотосессию, в ходе которой они чувствуют себя моделями, потому что это профессиональный визаж и профессиональная фотосъемка. В дальнейшем эти фотографии они используют на аватарках и перепощивают внутри социальных сетей. Что касается контента уже конкретно, который следует из этой концепции, который позволил нам, собственно, повысить наш уровень вовлечения. Вообще тут должно быть написано «Контакт». Это ошибка. Рабочие рубрики «Контакт». Что работает хорошо во ВКонтакте? Это динамический интерактивный контент. Это фотографии, это фотоопросы, текстовые опросы. Причем желательно о чуть более личных моментах участниц. Один из опросов, который получил у нас тысячу, более тысячи ответов, это «Как вы красите ресницы?» Всем девушкам, наверное, должен быть знаком такой момент, что вы открываете рот, когда красите ресницы. И, в общем, на эту тему было много шуток. Ну и в целом опрос получил такой широкий резонанс. И еще один удачный пост «Контакта» — это совет визажиста. 103 лайка набрал. Контакты Facebook. Что касается контента Facebook и «Контакта», они должны быть разные, поскольку и аудитория «Контакта», как известно, моложе и региональнее, и Facebook старше и более центрировано. В Facebook лучшие контентные рубрики — это цитаты, это фото, и такие условно-интеллектуальные рубрики обзоров, в нашем случае кино и музыки, они вызывают хороший резонанс соучастников. И вот цитаты известных людей набирают более 60 лайков при аудитории сообщества порядка 300 человек. Контекстная реклама. Как работает контекст на Facebook и «Контакте»? У меня опять не нажимается. Нажимается. Что касается Facebook, механика следующая. Мы размещаем цитату, как мы видели до этого известного человека, и линкуем контекстное объявление на первую страницу сообщества, где размещен лендинг-пейдж, который, собственно, рекомендует пользователей, куда нажать, и вот как Анна до этого говорила, что повышает в два раза конверсию. Соответственно, это цитаты и продвижение постов с картинками. И все это линкуется на главную страницу сообщества. В «Контакте» мы продвигаем только и только интерактивный формат и а-ля конкурс, потому что на остальные контекстные объявления участницы просто очень плохо реагируют и очень маленький переход. Из важных показателей, которые хотелось бы отметить за нашу двухмесячную пока работу, это всего 10% участниц отписываются от сообщества. Что мы считаем неплохим результатом и что свидетельствует о релевантности контента, который мы выбрали. Ну и вот такой прекрасный момент, как конверсия из переходов с контекстного объявления на сообщество, на страницу сообщества из вот этих вот людей, конверсия в участников составляет 50%. Ну и забавный показатель, который был у нас… Наверное, вот так я сделала. Который был у нас однажды, и он вызван ростом контекста. При 249 участников 263 человека обсуждают engagement rate. То есть engagement rate у нас был выше, чем количество участников. Собственно, это все. Пока это, конечно, не Forbes и не Сбербанк. Но тем не менее мы надеемся на регулярный рост. В общем-то мы настроены на регулярную работу с постепенным повышением и улучшением наших результатов. И я очень надеюсь, что тому, у кого женская аудитория, очень пригодятся эти форматы, потому что они реально рабочие. И мы их буквально просеиваем через ситчика. Все. Большое спасибо. Меня зовут Мария Ромова. Спасибо. Пожалуйста, вопросы задавайте. Очень интересный кейс. Да, сразу несколько рук. Мария, у меня очень интересовал фактор engagement rate. Как вы его считаете поподробнее об этом? Engagement rate – это показатель, это циферка, которая написана в фейсбуке слева под количеством участников. Она показывает то, сколько участников сообщества взаимодействует с контентом. Не участников сообщества. Взаимодействует с контентом. Лайкнули. С любым постом или конкретным постом? В целом по сообществу. За время. За время, да. Те, кто активны, к тем, кто вообще есть. Да, это лайки, перепосты, комментарии. Можно передать. Кто следующий? Бросайте. Давайте я вас. Там, да, пожалуйста. Внутри каждой социальной сети есть своя система контекстной рекламы. Это объявление, которое по аукционному принципу размещается внутри социальной сети. Оно таргетируется определенным образом по множеству показателей. Пол, возраст. Причем во Вконтакте этих показателей больше. Я понял. Это в Фейсбуке. Это контекст на каждую социальную сеть. Соответственно, контакт мы продвигаем в Вконтакте, в Фейсбуке, что логично. Пожалуйста, еще вопрос. Я видел до девушки, молодого человека. Задавайте вопрос. Пожалуйста, на компаниях вам приходится, что вы в наши услуги, в чем вы измеряете успешность? Мы хотим, чтобы в нашей группе было миллион пользователей. В чем эта успешность в целом работы меряется? И потом какие-то выводы в плане конкретных продажах есть? Или это просто, например, такового? Хорошо, если я знаю, то что вы намеряете? Спасибо. Спасибо за вопрос. Каждый раз задачи у клиентов разные. В данном случае клиент пришел уже четко с задачей повысить активность в сообществе, потому что у них было в Вконтакте тысяч человек, а в Фейсбуке они даже боялись выходить, потому что Вконтакте, сколько они не давали призов, там поездок в Париж, им никто ничего не писал и не хотел участвовать. Соответственно, задача была сделать сообщество активным, а KPIs выставляли уже мы. То есть мы, поскольку более профессиональны в этом вопросе, мы говорим, будет такое-то количество людей, но engagement rate мы пока не ставим, мы по количеству участников сообщества. Ну и, соответственно, engagement rate не ниже чем. И за счет того, что у нас есть бюджет, мы юридически гарантируем результат. А второй вопрос я забыла. Конверсия в продаже. В данном случае вопрос конверсии в продаже не стояли. Вот у меня есть еще один кейс, которым я, по-моему, надоела всем за прошлый год. Это империя пиццы. Там продажи были за счет того, что мы создавали продающие каналы. И там окей, да, то есть KPI продажи были, но мы их не гарантировали, мы их прикинули. И наши прогнозы в три раза увеличились, например. В данном случае речь не идет вообще о продажах, потому что это имиджевый инструмент, нужный для коммуникации с клиентом. Спасибо большое, Мария. Можно потом подойти. Я понимаю, что много вопросов. Пожалуйста, подойдите в перерыве. Спасибо. Я хочу передать слово Александру Бакееву. Самый главный по диджитал и всему, что с этим связано, компании RMA Consulting Group. Все правильно? Привет всем. Сейчас, секунду. Все работает в руках. Объясню, почему. Я очень… Ну, я не знаю, как там у всех остальных. Ну, вариант. Я немного расскажу о себе. Прежде чем начать заниматься социальными медиа, пиаром, сейчас я работаю в пиар-агентстве, возглавляю там диджитал направление, я заканчивал прикладную математику и после только этого, через несколько лет, после того, как работал программистом, сисадмином, пришел в соцмедиа и первые несколько лет своей работы там я работал только руками. Ну, то есть там сеял вирусные ролики, вел сообщество. И много всего подобного делал. И было очень весело. И просто в какой-то момент я решил, что стратегии у меня получаются гораздо лучше, чем у тех людей, которые пытаются продавать это клиентам. И начал делать их. И потом начал работать внутри агентств. Вот. Это, собственно, кратко то, что я могу рассказать о себе. Я немножко расскажу о технической стороне тех проектов и классных кейсов, про которые рассказывали мои коллеги. Техничность этой стороны… Нет? Саша, возьми второй. Возьми другой. А у нас есть еще один. А у них больше, чем один. Да. Техничность заключается в том, что поднимите руки в зале, у кого есть камера на телефоне или на планшете. Прикольно. У кого есть зеркальный фотоаппарат с собой или дома. Прикольно. Фотографы тоже могут поднимать руки. Да, вот, Лева. Вы знаете, вот это чудесно, потому что, например, 5 лет назад здесь было бы 2 человека с зеркалками, которые, собственно, профессионалы. Знаете почему? Потому что на самом деле контента стало гораздо больше. Его стало гораздо больше настолько, что, ну, условно, новостная лента у любого человека состоит на 80% из фотографий. Ну, просто вот такие цифры. Теперь для примера, да, когда здесь говорят, что вот, вы знаете, там на самом деле нам лучше постить картинки с кошечками, потому что на них лучше реагируют. Это не потому, что там картинки с кошечками, а потому что, в принципе, средняя сессия в социальной сети ВКонтакте, средняя, да, то есть посещение, вставляет 16 минут. За это время средний человек успевает просмотреть 106 страниц. 106 страниц за 16 минут, это в среднем 9 секунд на страницу. Вы не можете с такой скоростью читать. Никакой средний человек или вообще, в принципе, человек не может читать. Поэтому, естественно, фотоконтент будет гораздо более популярным. Это очень просто. Это из-за вот этого происходит, а не из-за того, что у нас много клевых котиков, и все любят котиков, да? Ну, то есть котики, конечно, няшки и все такое. Почему это происходит, да? Потому что вот вы все здесь подняли руки, и куча народу наверняка постили фоточки как бы отсюда с мероприятия и загружали их через классный Wi-Fi или 3G. Я уж не знаю, через что, да? И смысл в том, что эти фоточки, они появились как бы вот в ваших профилях в соцсетях и составили массу сообщений в новостной ленте у ваших друзей. Соответственно, ваши друзья, по сути, являются социальным фильтром, да? Ну, то есть я не читаю новости на новостных порталах. Я читаю только те новости, которые попадают в мой ньюсфит, там ВКонтакте или Фейсбуке непринципиально. Везде новости читаются, потребляются мной только в случае, если они рекомендованы моими друзьями. Потому что количество контента таково, что если я буду сам для себя постоянно его отбирать каждый день, я буду тратить на это очень много времени, которое я могу потратить примерно для того, чтобы приехать сюда и рассказать вам лекцию. Спысл в чем? Для любого пользователя, абсолютно любого, в абсолютно любой компании, в абсолютно любом кейсе, из тех, которые здесь рассказывали, или про которые вы когда-либо увидите, каждый пользователь проходит три шага, три этапа. На каждом из этих этапов с ним нужно быть рядом, с ним нужно коммуницировать. Первый этап, откуда мы берем пользователей, это генераторы трафика. Что такое генераторы трафика? Таргетированная реклама, баннеры в приложениях, офферы. У этих всех генераторов трафика разные там параметры есть и прочее. Но идея в том, что это все равно генератор трафика. И нам нужно зацепить человека, чтобы он условно нажал на баннер. Или запомнил, что на баннере написано и набрал в поисковой строке. Затем, когда он пришел к нам в наше сообщество, нам нужно сделать так, чтобы он прочитал наш контент. И его зацепило, и он вступил в наше сообщество, стал нашим подписчиком. И вот в этот момент начинается самое смешное. Нам нужно сделать так, чтобы этот человек начал с нами коммуницировать, и начал лайкать, ставить шейры, комментики писать к нашим записям или вместе с нами создавать эти записи. Это создание активной аудитории, ядра сообщества и прочие штуки. Это одна из главных задач, которую мы преследуем. Когда мы про это говорим, мы понимаем, что у нас есть классическая трамитка, что у нас есть два этажа условно. Это люди, которые проявили интерес, люди, которые стали нашими клиентами. Если мы посмотрим на это со стороны, условно, от охвата к единичным коммуникациям, то у нас получится, что у нас есть подписчики, у нас есть активные участники, есть постоянные клиенты, постоянные покупатели, есть евангелисты. По большому счету маркетологов интересуют только две верхних части этой замечательной пирамидки, это евангелисты и постоянные покупатели. Все остальные интересуют нас постольку, поскольку мы без них не можем получить всех остальных. Почему? И чем отличаются евангелисты от постоянного покупателя? Кто знает, чем они отличаются? Поднимите руки. Одна рука, две руки, три, четыре, пять. А, вы тут все тоже знаете. Классно, хорошо, значит я не буду об этом рассказывать. Смысл в том, что у нас нету возможности пропустить этот слайд. Нам необходимо его использовать. Это маленькая девочка Лиза, которая молится о том, чтобы мы использовали здравый смысл, когда планируем на социал-медиа компании. Я все-таки перейду на предыдущий слайд с евангелистами. Идея в чем? Человек, который стал евангелистом какого-то бренда, вот здесь вот говорили про айфоны уже немножко раньше, да? Идея в чем? Человек, который стал евангелистом, он не просто покупает какой-то продукт, он заставляет всех своих друзей узнать об этом и тоже купить. Когда появились первые айфоны, самый первый айфон вообще в принципе вышел в мире, в Россию их естественно завозили только черные и серые. Народ, который их покупал, он всем говорил, что это офигительно, это просто супер-пуперски офигительно. И всем остальным своим друзьям, знакомым и так далее, говорил, что это просто революция, это замечательно, купи себе такой же обязательно, как только сможешь. Это евангелизм. Чем он отличается от постоянного покупателя? Постоянный покупатель, он покупает первый айфон, второй айфон, третий айфон, четвертый, пятый, он покупает себе айпады, первый, второй, он покупает своей жене, там, я не знаю, или там мужу, условно, те же самые вещи, но при этом он никого не заставляет делать то же самое, что делает он, он просто это покупает. Для любой компании ценнее первая категория граждан. Можно, вот я прям чуть-чуть стряну. Он покупает, он не испытывает эмоции к бренду. Вот у него эмоций нету. Он постоянно покупатель, но эмоций у него нет к бренду. Так. Теперь по поводу здравого смысла и немножечко про контент. Про здравый смысл в целом все понятно, да, но то есть я надеюсь, что все понимают, что такое здравый смысл, и мы не будем на этом заострять внимание. Идея в том, что существует такая штука, как вот мои коллеги предыдущие говорили, про то, что вот мы там разный контент постили в разных сообществах там и так далее. Знаете, вот меня спрашивают часто, как бы могу ли я показать свое портфолио. Я говорю, что на самом деле могу, но мне очень лениво собирать, потому что я перестал считать проекты, когда они перевалили за ровно сотню. Вот я до сотого проекта считал, после сотого считать перестал. Сотый проект у меня был где-то в середине 2011 года. Их это было очень много, и я выработал определенные правила, по которым стоит собирать контент-политику для любого абсолютно сообщества, и мне абсолютно не принципиально, о чем будет ваш бренд. Я просто придумываю некую территорию под него, и по очень простой, понятной схеме, соответственно, это по сути универсальный контент-план. Здесь сюда можно поставить вашу тематику, подставить там название брендов, подставить там все что угодно, и люди на вашей странице будут получать хороший, качественный, интересный контент в то время, когда это необходимо. Причем помимо этого вы также можете заниматься классическим комьюнити-менеджментом. То есть это не значит, что вам нужно в вашем сообществе ограничиться только под публикациями в данной схеме условно. Так вот, почему это было бы сделано? Потому что на самом деле люди ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Твиттере, я не знаю, в Пинтересте, в Инстаграме, еще где угодно вы можете придумать, там в Линкедине, они одинаковые. Они все одинаковые на самом деле. Они ничем не отличаются между собой. И когда вам пытается какой-нибудь профессионал сказать, что вы знаете, ВКонтакте невозможно продавать авиабилеты, ну есть кейсы людей, которые говорят, что из ВКонтакта билетов продается, там условно авиабилетов, онлайн бронирование продается в 4 раза больше, чем из Фейсбука, при том, что количество людей в сообществах одинаковое. Соответственно, ну как бы вот вам простой контрпример, который рушит как бы аргументы на корню. То же самое, например, есть тема с одноклассниками. То есть, да, безусловно, есть тематики, которые будут популярнее в другой соцсети, но они будут популярнее не потому, что там нету как бы, что в других нету правильных людей в вашей ЦА. Они будут популярнее просто потому, что, например, в одноклассниках гораздо больше женщин за 30, чем, например, и они там активны, чем, например, в Фейсбуке. Поэтому если у вас там проект женской тематики, то одноклассники для вас гораздо более интересные в аудитории и территории, чем там условно ВКонтакте. Теперь перейдем к важному слайду про управление сообществом. Поднимите руки, пожалуйста, кто знает, что такое управление сообществом. Так, клево. Хорошо, вопрос не по теме. Крещеные есть в зале? Ну давайте, поднимайте руки. Давайте. Классно. Вот все, кто вообще в принципе крещеный человек, должны понимать, что управление сообществом это то, на чем строится абсолютно любая религия. Если вы человек крещеный, вы должны понимать, что, господа, существует такое понятие, как церковная десятина. Это как бы прихожанин 10% своих ежемесячных доходов отдают церкви. Парни, это нормальные деньги. Давайте перейдем теперь просто к тому, что называется по-настоящему. Да, вот комьюнити менеджментом в том виде, в котором это понимают современные бренды. Это личное общение, это друзья, это дружба, да, то есть дружеские взаимоотношения. И это совместная генерация контента как подтверждение первого и второго. Что такое совместная генерация контента? Это когда вы создаете условно картинки с кошечками, но только для вас их подбирают участники вашего сообщества и присылают вам не просто картинки с какими-то котиками, хрен знает откуда, а фотографируют своих котиков. И это не какой-то конкурс, а не просто пацаны у нас там суббота котов, вот мой кот, как выглядит твой. Мой рыжее, твой нет. Ну покажи своего полосатого. Все. Вы просто, ну то есть вы вместе с ними создаете что-то, что в конечном итоге привязывает их к вам. Потому что если человек начал делиться с вами своей жизнью, то он уже никогда просто ни за что плохо о вас говорить, скорее всего, не будет. Очень много противоречий в одном предложении. Но тем не менее, скорее всего, плохо говорить о вас не будет. И расскажи своим друзьям, что вы ничего. Ну то есть с ними можно иметь дело. Окей. Там осталось пару слайдов. Кто такие лидеры мнений, в целом все, я думаю, понимают, что в целом мастер йода – это классический пример лидера мнений. Потому что он занимался тем, что был экспертом, был оставником и был модератором всех дискуссий, которые происходили в принципе все знают. Я специально использую мемы, которые достаточно будут в ходу. Потому что раньше у меня, например, был слайд с скриншотом из фильма «Семь самураев», его никто не узнавал. Ну там четыре человека из зала узнавали. А вот слайд из «Звездных войн» вообще отличная популярность используется. Итак, наши подписчики – это те люди, которые на самом деле представляют серую массу ровно до того момента, пока мы не начинаем какого-то из них отдельно выделять. Соответственно, наша задача сделать так, чтобы мы были полезны, чтобы мы помогали, учили, увлекали и были рядом сразу со всеми. Соответственно, тут все очень прозрачно с моей точки зрения, потому что об этом говорили и мои коллеги до меня, и об этом написано куча книг, что если у вас есть куча людей, то надо сделать так, чтобы они не просто на вас смотрели, а чтобы они что-то еще говорили и с вами как-то взаимодействовали. Когда мы говорим про контент и про всякие там замечательные вещи, мы должны понимать простую вещь, что контент достаточно бесконечен в интернете, достаточно бесконечен для того, чтобы вы смогли написать 90 публикаций интересных в месяц в ваше сообщество. Соответственно, вот несколько сайтов, при помощи которых можно поймать вдохновение или что-то оттуда скопипасть. Соответственно, ценность реакции пользователей в порядке убывания. Репост, комментарий, отметка «мне нравится», лайк и так далее. Почему? Недавно читал замечательную аналитику про Facebook. Вот средний лайк в Facebook стоит 1 доллар 9 центов или 6 центов, ну, вроде доллар, короче. А средний репост в Facebook стоит 14 долларов. Соответственно, ну, ребят, репосты, они как бы гораздо важнее, потому что это дополнительный охват аудитории, это рекомендации, и это гораздо более глубокая эмоциональная реакция, нежели… То есть человек что-то у вас захотел утащить к себе в свой мир, на свою территорию. Это очень круто. Это то, к чему надо стремиться. Лайки тоже неплохо, но, в общем, не торт. Как бы иногда я люблю говорить про результат, и нам дали на 6 недель вести сообщество… Это вот год назад было сообщество Сайбершота, в котором мы форсили парочку мемов, в том числе мем про зебру. Зебру, знаете, там встречались два фотографа, один другому говорит, слушай, ты фотограф, он говорит, ну да, фотограф. Есть международные премии? Да, есть международные премии, да. Ты можешь отличить цветную фотографию от черно-белой? Ну да, могу. Ну и дальше показываются фотографии зебры на снегу, и, собственно, ну как бы вопрос, да? Ну да, отличай. Черно-белая она или цветная. Соответственно, что мы сделали? Да, мы сделали в фотошопе черно-белую эту фотографию, естественно, вывесили ее в ВКонтактике и собрали примерно 200 лайков за первый час. Значит, я объясню, да, зачем это было сделано. Дальше мы делали опрос, да, то есть какая же зебра все-таки черно-белая или цветная. Дальше мы в течение двух недель периодически возвращались к этой теме. Через четыре недели или три после начала этой акции я зашел в сообщество от своего аккаунта небодираторского и спросил, народ, а что за тема с зеброй? Меня три человека там или два назвали идиотом, что я не знаю вообще этого, что я не отсюда. А третий человек дал мне ссылку на этот пост и сказал, что ну вот эта тема про зебру началась вот здесь, и это очень круто. Ну то есть причем это бренд сообщества, и никакой покупки трафика там не было, мы делали только все это контентом. В плане кипяев, ну вот дневные посещения увеличились с примерно 300 до примерно 900 за 6 недель. Я считаю, это неплохой показатель. Ну и теперь можно перейти, собственно, к вопросам, которые, я уверен, накопились у людей. Да, конечно. Да, выходите сюда еще. Я прошу прощения, к сожалению, Саш, ты протянул чуть-чуть время. Осталось не так много спикеров. Запомните свои вопросы, задайте их, пожалуйста, через 5 минут буквально. Спасибо большое за отличное выступление. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, это Володя Завертайлов, он уже вышел сам. Молодец. Когда у меня времени, я просто подумал, что я успею вам рассказать короткий анекдот, мы минут 10 поржем, и, в общем-то, все на этом закончится. Но поскольку тема уже заявлена, надо что-то говорить. У меня к вам сходу вопрос. Есть ли в зале те, у кого есть аккаунты в социальных сетях каких-нибудь? Удивительно. А вот там человек руку не поднял, кстати. Тогда следующий вопрос. А есть ли в зале те, у кого есть интернет-магазины свои собственные, либо кто планирует в ближайшее время их сделать? Один, два, три. Есть. Вот. И, собственно, рассказ будет про то, как тем людям, которые подняли руки во второй раз, продавать что-нибудь тем людям, которые подняли руки в первый раз. Итак, я представлюсь. Меня зовут Владимир Завертайлов. Я представляю студию интернет-решений Sibirix. Мы работаем с 2003 года и специализируемся на приложениях для социальных сетей. За это долгое время успели поработать и помочь таким брендам, как Cisco, Goon, Adobe, Coral, Logitech. Это мышки делают. Но, в общем, это все не очень важно. Важно следующее. Вы аудитория очень прошаренная, как я слышу. Вы должны очень просто ответить на этот вопрос. Где сделать продажу? Чем обеспечить продажу? Давайте любые вообще варианты отведутся. Директ или директ? Так, отлично. Директ. Тизерные. Баннеров можно вот так понавешать, да? Отлично. Видеореклама, телевидение. Ну, в общем, вы все очень правильно говорите. В общем-то, вот эти способы тут перечислены. Я единственное, что могу сказать про первый способ. Это про SEO, что я лично его очень сильно не люблю, потому что SEO-шники, по-моему, сделали очень много зла для интернета. Да ладно. Да. Но поскольку иногда срабатывает, вот, поэтому все-таки надо признать, что способ рабочий. А вот последний способ, социальные сети, про преувеличение клиентов. Вот он для меня более интересный, но он более для меня профессионален. И давайте я вам вкратце напомню, кто там в этих социальных сетях сидит. Это статистика февральская, свеженькая, да? Тинси веб индекс. Собственно, 35 миллионов человек сидят в социальных сетях по 10 часов в месяц. Если заставить в это время крутить педали и вырабатывать электричество, можно небольшой город отапливать. В общем-то, распределение по социальным сетям приблизительно следующее. Лидер идет у нас ВКонтакте, потом идет Мой Мир, дальше Одноклассники. Так, YouTube не совсем социальная сеть. Ну, в общем, где-то ниже идет Facebook с 10 миллионами пользователей. Вот. Такие вещи, как LiveJournal, я сейчас рассматривать не буду, потому что у них нельзя ничего продавать, там интегрировать какое-то приложение. Вот. Оно не очень интересно. Так. Распределение по времени. Сколько люди зависают на сайтах. Оказывается, больше всего люди зависают на Одноклассниках. Потом идет ВКонтактик. Но вот если перемножить цифры с предыдущего слайда, вот ВКонтактик, сколько у него аудитория, с количеством часов, которые люди тратят, то получается, что ВКонтактик люди выгорают больше всего времени в месяц. Вот. Нужно это иметь в виду. Так. Следующий момент. Это распределение возрастов по социальным сетям. На самом деле здесь никакого чуда нет. Как бы там ни казалось, что в одной аудитории более старые люди в Одноклассниках или в моем мире более молодые. Примерно одинаковое распределение на самом деле. Там есть небольшая погрешность. Чуть-чуть в моем мире люди постарше. По мальчикам и девочкам ситуация примерно 50 на 50. Есть небольшие отклонения, но они там в пределах 5% в ту или в другую сторону. Значит. И вот у нас есть такая здоровая-здоровая аудитория. Вопрос сейчас не делать. Мы делали кейс для компании Logitech. Это опять же про мышки. И кейс заключался в следующем. Сделали приложение на новогодние их праздники. Туда можно было зайти, спеть песенку на караоке, прямо на видеоэкран Jingle Bells. Вот. Дальше. Та песенка, которая выигрывала вот в этом конкурсе, она получала 5000 долларов. Вот автор той песенки. У меня вопрос. Кто-нибудь здесь деньги видит, вот как на этом заработать. Понимает? Я лично нет. Я вижу, где здесь можно деньги потратить. Я вижу, что здесь можно вложиться в разработку приложения, можно вложиться в раскрутку приложения и можно еще 5000 долларов отдать кому-то победителю. Вот. Как на этой штуке заработать, абсолютно непонятно, как KPI построить. Вот. Это для крутых брендов. Понятно, что там KPI какой-то очень хитрый, его так сильно не вычислишь, что продажи здесь очень косвенные. А что же делать нам простым смертным? Вот я с утра зашел в ВКонтакте, набрал в поиске слово магазин и увидел там вот такую картинку. 84 тысячи групп считают себя магазинами. Просто удивительное количество интернет-магазинов. Я давал я стыкать сверху донизу, прям несколько штук. Из этих групп живые, дай бог, 10%. И это все происходит не просто так. Эта вся тема началась в 2008-х годах. Я просто в комиксе ее немножко нарисовал. Вот. Ну, то есть, какой-то человек услышал, что ВКонтакте там есть какая-то движуха, зашел на фриланс, купил за 200 рублей тысячу лайков, создал группу и все. И все кончилось. В общем, это типичный кейс, поэтому тысяча групп лежат заспамленные, заброшенные и никакие. Сейчас небольшие тоже кейсы. Кто-нибудь знает, что это такое с фиговиной? Отлично. Все знают. А вот когда давным-давно это никто не знал. И эти товары абсолютно не хотели выставлять на сети типа там техносила. Вот никто не хотел их брать, потому что продукт абсолютно неизвестный. И историю мне рассказал бизнесмен Юрий Ким. Не тот, который на гитаре играет, просто фамилия похожа. Вот. История здесь следующая. Он впервые начал в России заниматься этими мультиварками. Продукт неизвестный. SEO не работает. Контекстная реклама не работает. Что делать? Как вывести продукт на рынок? Сработало следующее. Он собрал группу, комьюнити, в которую начал выкладывать различные рецепты, которые можно было приготовить с помощью этой мультиварки. Домохозяйки читали эти рецепты и начали что-то пробовать, начали выписывать свои рецепты, показывать, как они могут готовить, что у кого получается. И благодаря этому, благодаря сарафанному радио, у него пошли первые продажи. Вот, собственно, так этот продукт появился на наших рынках и обеспечена была ему узнаваемость. Собственно, что можно продавать в социальных сетях? Ну, естественно, больше всего там идут продажи всякой виртуальной фигни. А вот я думаю, что среди вас, наверное, кто-нибудь есть, кто покупал какие-то там сердечки или там вот какую-нибудь такую ерунду? Нет у никого? Никто? А друзья у кого-нибудь есть, кто это покупал? Не признаются, да. Да. Соответственно, следующее, что хорошо продается в социальных сетях, это различные шмотки. Одежда, обувь, в общем, вот такой вот шмот любой. Потом это идут какие-то подарки и уникальные товары. Но уникальные товары-то в каком виде? Это какая-то ковка, какие-то картины. В общем, то, что существует в единственном экземпляре. В общем-то, когда мы пытаемся что-то продавать в социальных сетях, у нас сразу же возникает вопрос, как это делать технологически. То есть какие есть технологические платформы, чтобы начать эти продажи осуществлять. И я сейчас краткий обзор вам сделаю, там парочку штук приведу. Вот первый способ, который приходит сразу в голову, который все начинают эксплуатировать, это вот примерно вот это. Я не имею в виду расчлененное тело, на котором нарисовано платье, которое нужно купить. Этим грешат многие группы, которые продают одежду. Если вдруг кто-то из вас продает одежду, то у них вот такие фотографии, пожалуйста, уберите. Это причина, по которой могут не покупать. И значит, как эта штука работает? Создается группа, например, мамаш, которая там, мамаш эти разговаривают, тусуются, что-то там обсуждают, детские болячки. И вот инициатор группы говорит, вот новый завоз у нас там, Люська, смотри, какие там новые памперсы завезли, давайте все это купим. Ну и в складчину покупают. И вот такие штуки живут. Вот такие штуки, они существуют просто на базе платформы контакта с абсолютно типичным функционалом. Выжимаемость довольно высокая. Следующий момент, как можно торговать внутри социальных сетей, есть специальный там мегамол, называется магазинга. Собственно, вы можете загрузить туда ваши товары в специальном формате. И эти товары отобразятся в структуру этого приложения. Они появятся одновременно и в контакте, и в фейсбуке, и в одноклассниках. Но это будет не совсем ваш магазин, это будет внутри какого-то конкретного приложения. Но вот как вариант можно быстро стартовать. А если вдруг у вас интернет-магазин для битрикса, на битриксе создан, то можно поставить небольшой модуль, который позволяет вам вывести все товары внутрь социальной сети, и у вас будут синхронные товары внутри социальной сети, и внутри вашего магазина на битриксе. Модуль называется фреш-шоп. И следующий момент, как люди умудряются торговать, это разработка собственного проекта. Ну здесь уже кто во что гораст, разрабатывают либо магазины с нуля на флэше с какими-то наворотами. Вот небольшой кейс, там человек вообще придумал следующее. Он решил продавать сертификаты, причем не просто так, сертификаты на скидке, а с помощью игры. Сделал такое поле, у него, значит, шарики, в шарики можно кидать дротики, и в части шариков лежат выигрышные сертификаты. Значит, и он продает как бы дротики, там один бросок чего-то денег стоит, и в результате люди там выиграют сертификаты. Ну тоже какая-то коммерция, какой-то виртуальной фигни, но в результате можно выиграть настоящий реальный там товар. Так, про раскрутку здесь довольно много проговорили. Я думаю, акцентируюсь на следующем. Есть как бы виральность, в которой можно показывать, раскручивать ваш магазин. Например, вы покупаете какой-то товар, и ваши друзья увидели там, что вы действительно купили этот товар. А есть привязка внутри социальных сетей, виш-листов. Ну, например, вы набрали что-то себе в корзину, и ваши друзья потом увидят, что вот вы бы хотели себе такой-то товар на день рождения. Вот. Это можно делать с помощью магазинов. Ну, контекстная реклама и поддержка сообщества. Про что здесь говорил, наверное, каждый первый сегодня. Отлично. Какие есть проблемы? Они обязательно будут. Ну, во-первых, нужно будет пилить бюджет между вашим магазином, который в обычной среде существует, в обычном интернете, и внутри социальной сети. То есть маркетинговый бюджет либо нужно будет увеличивать, либо он будет попилинен между несколькими проектами. Это плохо. Следующее. Конверсия продаж. Тут статистики достоверные на данный момент маловато, но стоит отметить, что продажи внутри социальных сетей еще пока очень слабы. Где-то на уровне 5% от того, что выдает реальный магазин. И это связано с тем, что на самом деле сейчас не до конца понятно. Вот та аудитория, которую мы загнали в социальных сетях, вот те 35 миллионов, они вообще способны что-то покупать? Они там за покупками пришли или нет? Может быть ситуация в будущем переломится. Но вот пока картинка вот такая. И следующий момент. То, что на общение с покупателями нужно тратить как можно больше времени, причем квалифицированных, топовых людей, отвечающих за магазин. Ну а время это естественно очень ценный ресурс. Собственно, какие есть тренды на рынке? Внутри социальных сетей, внутри коммерции по социальным сетям сейчас выходят крупные бренды, такие как Ozone, такие как M-Video. Они все уже там. И более того, сейчас последняя вот идет тенденция, это интеграция eBay, крупнейшего аукциона, со социальной сетью Facebook. То есть можно будет там скидывать ваши там какие-то поддержанные шлепанцы прямо внутрь социальной сети и торговать они вот как-то так. То есть крупные бренды идут внутрь социальных сетях и они, видимо, что-то знают, что-то какую-то торговлю там чувствуют. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием вам честно отвечу либо убедительно навру. Вы сначала говорили про караоке для Logitech и сказали, что там какой-то профит был. В чем он был? Для нас был, мы приложение разработали. Для заказчика… Ну вот смотрите, я могу просто рассказать, что помню. Приложение отработало 3 месяца, собрали порядка 150 роликов. То есть люди спели 150 раз песенки свои. Вот. И было поставлено довольно много лайков. Сейчас вот не хочу вам врать, не хочу говорить какую-то неправильную цифру, но вот такой вот профит. А посчитать конкретно, во что это вылилось в деньги, ну это невозможно. Ну а с темой вопросом, если в магазине социальных сетей… Да, да. Вопрос задайте. Ну а вопрос, а какое отношение имеется с GTS, с караоке и… Я хотел показать то, что внутри социальных сетей можно каким-то образом проявлять активность и как-то на этом зарабатывать. Для крупных брендов это возможно разработка каких-то промо-приложений, которые напрямую не конвертируются в деньги. Для простых смертных можно попробовать открывать реальные магазины и пытаться торговать без разработки больших вот таких громоздких приложений, на которые действительно нужно потратить огромное количество денег. Собственно, как-то так. Вон, девушка. Пожалуйста, вот сюда. Вопрос, да. У меня вопрос, вы… Так как правильно, если у нас в магазине, когда нам нужно рекламу, рекламная агентство говорит, давайте раскручивать, раскручивать в сетях. Что ему предлагать? Чтобы рекламодатель разрабатывал приложение специальное, как в магазине, либо с помощью тех инструментов, которые есть в Весуке и в ВКонтакте, как-то в сетях и в сетях свои товары. Что правильно? Понятно, что вопрос здесь. Это не обсуждается. Приложение стоит дороже, это, собственно, долго зарабатывать. Вопрос, что эффективно? Смотрите, ничего не мешает попробовать и то, и то. Ну, попробовать в качестве эксперимента. Это более, что правильно? Можно я отвечу на этот вопрос? Перед вами в президиуме сидит несколько агентств. Сделайте пробную попытку, придите ко всем и поговорите. И вам расскажут по инструментам эффективности конкретно для вашего бизнеса. Вы поймите, нет единой истории про все интернет-магазины. Нет статистики. У вас товар один, у другого товар другой. Понимаете? Есть определенная эффективность для определенной аудитории, определенного инструмента. Это раз. Во-вторых, в этом году только появилось несколько новых инструментов продвижения одинаковых товаров. Вы поймите, поговорите. Во-первых, вы можете стремиться к цели повысить узнаваемость бренда. Одна история. Продажи – вторая история. Повторные продажи – третья история. Придите со своей задачей в агентство и поговорите. Вас никто не обязывает принять решение сразу. Придите в два, в три, в четыре. Спасибо большое. Приложение всего лишь дополнительный инструмент. Вот и все. А еще башенными экранами у вас подговорить внутри социальных сетей скорее всего не получится. Все зависит от товара и вы сложные вопросы и хотите простой ответ здесь однозначно не получится. Спасибо большое за вопрос. К сожалению, следующие вопросы давайте принесем в перерыв. Интересные кейсы. Подходите, рассказывайте. Я их очень люблю. Спасибо. Спасибо, Владимир. Давайте сейчас я расскажу вам идею, которую я хотел озвучить. Анатолий, можно презентацию? Спасибо. На самом деле, пока презентацию ставят, действительно, очень правильно сказали коллеги, фактически все в один голос, что только конкретный вопрос, его лучше обсуждать конкретно, потому что без заполненного брифа с четкой поставленной задачей все остальное это такие обсуждения, как оно могло бы быть и как его быть не могло бы. Если исполнитель готов взять на себя ответственность за какие-то KPI и вас они устраивают и вы готовы начать работать, репутацию устраивает, вы можете начинать. Если KPI, который вам предлагают, вас не устраивают, ваш выбор, видимо, очевидно, вы будете смотреть кого-то еще. К счастью, рынок существует уже с 2004 года и более-менее вылез из детских штанишек и появились все-таки более-менее системные компании, которые этим занимаются, которые имеют кейсы на рынке. Я хотел с вами поговорить о очень интересной теме, почему 85% бренд-платформ, бренд-сообществ неэффективны. Процент на самом деле получен мной, моими коллегами, агентством, которым я руковожу, вовлекай в процессе исследований в социальных сетях, причем самых разных, ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники. Ситуация в том, что вот здесь многие мои коллеги говорили о том, что во главе угла стоит контент, контент и еще раз контент, и только от контента, от его качества зависит то, залайкают ли его, перепостят ли его, будет ли какая-то активность. На самом деле я с этим хочу поспорить, я постараюсь вам показать на примерах, почему на самом деле от контента, от его качества зависит не больше, чем 40% вероятности того, залайкают его или не залайкают. Вот скажите мне, пожалуйста, чем отличаются две стены, два сообщества? Я понимаю, что вы текст не можете прочитать, но для ответа на вопрос вам вполне достаточно информации. Вот сообщество одно, вот сообщество второе. Да, совершенно вы правы. Здесь они в принципе есть, здесь их нет. Вот это, казалось бы, такая совсем простая вещь, когда идет разговор с любым заказчиком о том, какую компанию вы нам предложите, что вы нам сделаете и прочее. Ведение сообщества подразумевается, само собой разумеющееся, нечто простое, там модератор какой-то сидит, студент может быть за 100 долларов, а при этом какой-то предложите нам какой-то фокус, который вот нам приведет огромное количество человек. На самом деле фокусов не бывает. И наличие комментариев, вообще в принципе наличие интереса к вашему бренду, к вашему продукту зависит от скрупулезной ежедневной работы по управлению сообщества, то, что называется community management. Когда меня спрашивают, сколько стоит у вас модерации, я говорю, модерацией мы не занимаемся в принципе, пожалуйста, спросите у кого-то еще, потому что модерация это зайти два раза в неделю, удалить спам, удалить там ненормативную лексику и, собственно говоря, все. Управление сообществом и управление коммуникациями вашего продукта, вашего товара и решение задач, которые изначально поставлены, увеличить узнаваемость, создать продажи, что-то еще сделать. Это реально выращивание сообщества, community management. А почему так происходит? Ведь ни одна компания не приходит в социальные сети с мыслью, давайте мы создадим скучную стену новостей, будем постить никому неинтересный контент и люди его не будут комментировать. Либо даже постить интересный контент, но его все равно не будут комментировать. Есть довольно большое количество примеров. Ну понятно, когда продукт скучный, как пластиковые окна, нужно очень сильно постараться, чтобы люди его обсуждали. Бывают продукты более фановые, такая естественная фановая составляющая, например, туризм, путешествия. И ко мне обращались с вопросом туристическое, причем даже не агентство, а информационный портал, который не продает свои услуги, а всего лишь предоставляет людям информацию. С вопросом простым. Мы постим авторский контент, у нас сидят реально журналисты, мы ничего не воруем. У нас количество лайков такое же. Два лайка от модератора сообщества, от его сотрудника, а при этом людям это неинтересно. Давайте представим себе честно, почему-то, когда мы говорим о сообществах, мы думаем, что человек ежедневно ходит по всем страничкам, на которые он подписался. Такого не бывает. Давайте забудем, что мы маркетологи и вспомним, что мы обычные люди. Пока вы пьете чашечку кофе с утра и на самом деле собираетесь через 15 минут уже убегать из дома по делам или днем случайно зашли, вы видите ленту своих новостей и даже очень качественный контент может пролететь в ней очень быстро, вы просто его не заметите. А вы знаете, что там, особенно в фейсбуке, например, настройка в ленте такова, что вы изначально видите наиболее комментируемые события, а не те, которые в порядке хронологическим происходят. И, ну, примерно один процент людей, может быть, два, догадываются, если они хотят прочитать всех своих друзей, изменить настройку на хронологию. Большинство людей традиционно читают только то, что максимально комментируемо. Это одна из причин, почему очень качественный контент может не набрать вообще ни одну, просто его не увидел. Почему это еще происходит? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу задать вопрос вам. Как вы считаете, а что в принципе ваша аудитория, ваши потребители ожидают от вас, как от продукта, от компании, от бренда, организации, неважно, что они от вас ожидают в социальных сетях? Общение, скидок, какие еще идеи? Чуть громче. Поддержка, развлечения, новых услуг. Вот смотрите, я рад, что появились и качественные ответы, но часть ответов ошибочные, потому что это ответы маркетолога, который думает, что люди от него ожидают именно это. И большинство сообществ развивается именно по этой схеме. Развлечений. Давайте опять сейчас забудем, что мы маркетологи и вспомним, что мы обычные люди. Если вы хотите развлекаться в этот конкретный момент, вряд ли вы пойдете искать по страницам какие игрушки у Кока-Колы есть, какие игрушки у бренда Ханса или Сбербанка появились. Вряд ли, да? Вы пойдете туда, где вы любите развлекаться каждый день. Какие-нибудь Mail.ru игрушки или о хобби своем читать, о тех же котятах, о чем угодно. Что касается новостей, опять же, надо быть честным, пока еще модель поведения человека в интернете такова. Влад, три минуты. Спасибо. Что когда он ждет конкретно новостей или скидок, он идет пока еще на сайт компании. А вот в социальной сети, вот правильно совершенно сказали, он ожидает саппорта, поддержки, он ожидает открытого диалога, то, что его услышат в принципе, потому что написал на e-mail на сайте, и ты не знаешь, ответит тебе или нет. и дополнительных сервисных возможностей, которые можно реализовать, не выходя из социальной сети. То есть, если вы привязали какой-то его аккаунт, его возможности прямо внутри социальной сети, он может не выходя решить их. Как, например, Билайн недавно привязал свой кабинет к Фейсбуку. Поэтому в первую очередь, в первом случае, это сообщество о себе любимых, когда бренд-платформа настроена, а реальных людей живых нет. И то, что они там залайкали однажды, совершенно не дает никакой пользы этому продукту. Во втором случае, это сообщество о потребителях, но, конечно, под эгидой бренда, когда обсуждаются, в первую очередь, вопросы, не только связанные с брендом, но близкие по теме, в данном случае туристическая тема и вопрос, а что делать, если вы потеряли паспорт за границей. Это не реклама ни разу услуг самого продукта, самой компании, но это помощь в том, чтобы, решить эту проблему. Поэтому, чтобы было всем понятнее, я создал такую модель, на которой очень понятно, что происходит. В первом случае, это модель работы 2D. Это информирование и реагирование. К сожалению, до реагирования дело очень часто не доходит, потому что люди так и не начинают задавать вопросы. То есть, если вы крупнейший бренд, вы Сбербанк, очевидно, у вас будет огромный поток. И то, о чем говорила Екатерина, только успевай ловить. Необходимо количество людей, которые могут это обрабатывать. Если ваш бренд чуть ниже, чем такой транснациональный, то вопросы могут просто не появиться. Вы так и будете писать, может быть, даже очень авторский, очень красивый контент. На этом все кончится. для того, чтобы работа была более эффективна, чтобы реально коммуникация состоялась. Мы работаем, в частности, рекомендуем работать по схеме 5D. Когда информирование изначально меняется на обсуждение, то есть подача материала в принципе меняется. Когда реагирование меняется на полноценный клиентский сервис. И здесь уже вопрос, что ни один подрядчик, ни один пиарщик внутри компании не может решить этого налично. Это интеграция. различных бизнес-процессов в компании, в том числе в социальные сети. Кроме того, это точечное привлечение целевой аудитории. Я говорю сейчас не о таргетинговой рекламе или других видах. Это тоже важно. Но особенно в самом начале жизни вашего сообщества вам важно найти тех, кому эта тема реально интересна. Они станут камертонами тем, кто это будет разносить среди своих друзей. Поэтому это точечный ручной поиск. Ни в коем случае не спам. Буквально по единице. Кроме того, это набор инструментов по формированию ядра сообщества. Пока эти люди залайкались, но не знают друг друга, не знают комьюнити менеджера. Это случайные люди и связь у них с вами минимальна. Для того, чтобы они стали комментировать, как в том примере, который я показал, они должны стать неким сообществом, комьюнити. Для этого их нужно друг с другом познакомить, каким-то образом создать какую-то эмоциональную связь. есть целый список инструментов, как это решается. Кроме того, это вовлечение людей в активности. Это вот те самые 60% вероятности того, заметят ваш пост или нет. На самом деле… Влад, давай вопрос. Окей, все, последнее заканчиваю. Буквально сейчас появлялись идеи о том, что давайте выясним, в какое время лучше всего постить, чтобы люди нас прочитали. Ерунда. Если вы занимаетесь вовлечением за руку, вы можете постить хоть ночью. Этот пост все равно будет замечен. Но понятно, что лучше не ночью, лучше все-таки в то время, которое аудитория его читает. Но тем не менее, когда вы приглашаете людей буквально личными сообщениями либо отмечая их там в эти обсуждения, комментируемость повышается. И вот в этот момент этот пост как раз-таки появляется в ленте новостей. Его видят все остальные. То есть количество комментариев увеличивает количество комментариев. Собственно говоря, я заканчиваю. Буквально полсекунды я сейчас прострельну несколько слайдов, и вы задаете вопросы. Готовьте их уже. Вот один из примеров компании «Флотилия Рейдисон Роялс», с которой мы работаем. Буквально начали три месяца. Основная проблема была в том, что 15 тысяч путешественников в месяц, но комментариев и отзывов почти нет. Это суперский фановый продукт. Это рестораны на воде очень высокого качества, ледоколы. Можно зимой кататься. Один-два комментария в месяц. Всего лишь. То есть люди просто даже не думали, что им это радостно, но они эту радость между собой обсуждают, но нигде этого не постят. Вторичной рекламы не было вообще. Соответственно, задача была эту коммуникацию создать. Вот на Фейсбуке, Твиттере и Форсквер КПА, я сейчас не буду тратить время, но в двух словах. Охват увеличился там в сотни раз, появился вирусный эффект, люди начали обсуждать, тот самый engagement rate превысил, то есть количество обсуждающих превысило количество участников в сообществе. И вот то, что это вылилось. Наша цель, вот она, появились, появились благодарные отзывы, фотографии, картинки живых людей. То есть началась вторичная реклама. Видим, у меня уже обрубили микрофон, чтобы я наконец-то перешел. Вот задача, которая ставилась, она наконец-то решена. И появились как бы уже покупки, и люди приходят, хотя всего три месяца, которые увидели на стене у своих друзей, увидели комментарии, увидели фотографию. Все. Да, я готов отвечать на вопросы. Прошу прощения. Влад, привет еще раз. Скажи, пожалуйста, ты сказал, что вот social media 5D это такая структура, которую необходимо интегрировать внутрь компании. Вот по твоему мнению, готовы ли сегодня российские компании к такой интеграции крупный и средний бизнес? Спасибо. Спасибо за вопрос. На самом деле далеко не всю ее нужно интегрировать. Понятно, что большую часть работы ведет все равно подрядчик. иначе внутрь компании придется нанимать там человек 10 сотрудников. Интегрировать нужно в клиентский сервис. Ты знаешь, вопрос стоит не так. Вопрос стоит по-другому. Если вы готовы интегрировать, вы зарабатываете себе дополнительные конкурентные преимущества. Если вы не готовы, это ваша проблема. Как бы никого уговаривать бессмысленно. Компании такие уже есть. Нет, есть. Я имею в виду, что основной бизнес, вот понимают ли они ценности этого? А крупнейшие компании понимают, среднейшие постепенно дорастают. Те, кто меньше, им еще года два расти. Пожалуйста, сударь. Рассказывали у вас. Спасибо за доклад. Рассказывали о том, что лайкнушев нужно превращать в активных обсуждаемых. Есть целый ряд рекомендаций, список и так далее. Есть какие-то вообще советы, где можно почитать, посмотреть, презентации какие-то? Есть. Ну вот подпишитесь на страницу. Оп, мою уже убрали. Ну найдите меня в фейсбуке, потому что вот именно там инструментов на самом деле там больше 70, я обычно публикую. Ну, кроме того, можете пойти на мои семинары. Ближайшее будет в сентябре. Еще вопрос. Пожалуйста. Не-не-не, Влад. Здесь есть. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте. Влад, у меня вопрос к вам, потому что у вас как раз о сложностях был доклад, да, и в принципе, наверное, ко всем докладчикам, которые здесь были. Я специально ждал окончания, то есть последнего докладчика. Все классно, рынок B2C двигается, там можно двигать микроволновки. Косметику вообще, по-моему, для них социальные сети созданы. Я руководитель достаточно крупного агентства в рынке B2B. Вот. Мой вопрос, и хотелось бы услышать конкретный ответ, без общих. Да, можно двигать все, это все понятно, все классно, но действительно ли, можно ли нам, вот мы сейчас хотим выйти на, думаем, вернее, выходить на социальные сети, выходить нам вообще? То есть есть ли там наша аудитория именно B2B рынок? Потому что я уже три года хожу на интернет-форум, да, и часто посещаю именно продвижение в социальных сетях. Всегда нет ни одного доклада по успешному продвижению на B2B рынке. И вот здесь походу сидят классные по продвижению, да? Можно вам ответить на вопрос? Хотелось. Я после тебя. На самом деле, по-моему, классный вопрос для вот действительно, чтобы все ответили. Какой бизнес у вас? Услуги. А вы предоставляете услуги для B2B? Сейчас я постараюсь ответить и передать всем. А какие, какого плана? Давайте вот сейчас кейс не будем решать все-таки, да? Вопрос, ответ следующий. Вы просили конкретных ответов. Компания Кнауф. Вы представляете, компания Кнауф, которая продает даже не услуги, а очень скучные продукты. Нет, Кнауф – это B2B рынок исключительно. Я знаю эту компанию. Компания, продающая, если не ошибаюсь, Феликс, мебель для офисов. Исключительный B2B рынок. Кейсов… Можно? Подождите. Давайте я тебе отвечу. Кейсов довольно-таки много. Вы хотите мне сказать, что у вас есть особенности, и это правильно. У каждой компании, независимо от B2C или B2B, есть особенности. Но вы в данном случае подходите к социальным сетям как некому фокусу. А вот что еще, сколько продаж они мне могут принести? Вы подумайте по-другому. Каким образом вы можете использовать этот канал коммуникаций, прежде всего, для решения ваших существующих задач? Я вам… Вот маленький пример. Мы, как агентство, которое продает свои услуги. У меня менеджеры по продажам, теперь первый контакт заводят на 90% в социальной сети. И не потому, что там сидят все контрагенты, они там априори сидят. Но в социальной сети контакт просто заводится легче, потому что по телефону первый ответ «Спасибо, у нас все есть», в социальной сети все проще. И таких примеров очень много. И это не вопрос «идти или не идти», это вопрос «эффективно использовать для себя». Я хочу передать другим коллегам тоже ответить на этот вопрос. Вы ходите на правильную хорошую конференцию, но есть специализированные конференции, которые называются «Корпоративные продажи для B2B рынка». Не так давно это был мой клиент, и я занималась организацией мероприятия для него. Соответственно, там была секция «Что делать с социальными сетями для B2B». Там были исключительно B2B компании, которые занимаются продажей зерна, оборудование для автозаправок. И вот именно этот сегмент раскладывали конкретно по направлениям бизнеса. Вы, если были уже не один раз на подобном мероприятии, я еще раз говорю, подойдите к этим людям и задайте вопрос. Потому что исключительно, если вы говорите про предоставление услуг крупным компаниям, у вас есть хорошие кейсы, про которые нужно говорить в социальных сетях, которые можно приводить в пример, можно выкладывать видео с вашими пользователями. Будут ли комментировать? Да вы выложите генерального директора, не знаю, там, Сони. Да его пол интернета будет комментировать. Вы что? Если вы позовете, кого комментировать будут, если вы разместите и будете ждать, не будут. Главное экшен развить. Вы же говорите, у вас большие крупные клиенты. Да, это B2B рынок. Это всегда интересно. Сколько туалетной бумаги закупают нам на бизнес-центр вот такой-то? Вы что, думаете, этого комментировать не будут? Троллить будут? Пусть до вечера просто. Вы поймите, что вынуждены просто правильную информацию подносить и правильно свои расставлять задачи и приоритеты, чтобы не все просто смеялись, а чтобы вы выполняли свои бизнес-задачи. Я еще раз говорю, ребят, подойдите к тем людям, если вы тем более не первый раз на этой конференции, и спросите. Наташа, можно одному здесь людей сказать? Я хоть и не представитель агентской страны, но была когда-то, да? Я хотела бы вам прям конкретное решение предложить, да? Не секрет, да, что в социальных сетях люди вообще-то общаются друг с другом, а не с шампунем, не смыл, у меня вообще с ними разговаривают неинтересно, и с банком в принципе тоже. Да, то есть я пожаловываюсь о проблеме, но общаться с ним и комментировать мне тоже что-то не очень интересно. То есть в вашем случае, мне кажется, эта история про нетворкинг. То есть вам нужно общаться, да, то есть чтобы человек из вашей компании был каким-то, ну, лидером по определенному мнению, да, чтобы он был популярной персоной, через него выходить, через создание популярных персонажей. Однозначно. Катя, я… Ну, я как один из вариантов, вот как я себе это вижу, я бы делаю это. Ну, и как бы мы делаем следующим образом. Если B2B, то это всегда комплексная работа. Это никогда не только социальные сети, потому что это всегда задействованы блогеры и онлайн-СМИ. Всегда. Условно. И плюс еще, да, СМИ, которые непосредственно работают в вашем секрете. Последний. Вот, пожалуйста, давайте, вот, молодой человек. Давайте. Ребята, умоляю, краткий вопрос и вот быстро ответ. Да. Конкретно, просто предыдущий вопрос хочу продолжить. Подопытный тематик о фронной компании. Уууууу. Вы можете сказать… Сразу, не при всех отдельно. Да, ребят, это кейс. Давайте поговорим в кулуарах. Вот как бы, вот прям подойдете, вот Влад вам все расскажет. Подходите, подходите. Вы знаете, вот здесь не ожидайте, что здесь сидят фокусники, которые будут из шляпы доставать зайцев. У каждого бизнеса специфики много. И этот кейс можно решить. Либо нельзя. Зависит от того, от ваших задач. Задайте вопрос уже все-таки конкретно, и вам на него ответят. Вот сейчас вытащить фокусы шляпы невозможно. Нужно очень много вопросов задать дополнительных вам. Еще раз. Первый вопрос. Ответьте на вопрос, что вы хотите добиться. Момент второй. Вы должны рассказать, на каком этапе развития находится ваш конкретно, ваша конкретная компания и ваш сегмент рынка. Это второй вопрос. И третий вопрос. Опишите, как вы видите, что вы видите. Покоммуницируйте с агентством. По-русски называется заполни бриф. Бриф заполни. Ребят, давайте завершать секцию. Значит, спасибо вам, что вы досидели с нами. Я хочу сказать одну фразу на прощание. Ребята, в социальных сетях, продвижение в социальных сетях, тут нету средней температуры по больнице. Ну нету, понимаете? Все очень сильно зависит от того, что конкретно вы продвигаете. Какая у вас целевая аудитория? Какие вы ставите на эти задачи? В общем, подходите, спрашивайте, что хотите. Спасибо. Спасибо большое вам. Еще, пожалуйста, помните, что социальные сети – это не фокус, это канал. Канал коммуникаций. Да. Ура! Ура!